Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, коллеги, я скажу несколько слов о конференции и потом передам слово первому выступающему. Итак, организатором конференции являемся мы, издательство «Титул», но мы бы не смогли организовать такую великолепную конференцию без наших замечательных помощников, без наших соорганизаторов. У нас в этом году в этой конференции с организаторами выступили военный университет Министерства обороны Российской Федерации, МГИМО, РГУ имени Есенина, Рязанский государственный университет, МПГУ и Ассоциация преподавателей иностранных языков Российской Федерации, английского языка Российской Федерации. Так что это не конференция, которая сделана только нами, мы бы без наших замечательных соорганизаторов не разобрались и не было бы у нас вчера никакого пленарного заседания в МГИМО, если бы МГИМО у нас не было бы соорганизаторами. Так что большое выражаю благодарность, большое спасибо нашим соорганизаторам. Немножечко скажу вам статистики, цифр. У нас в конференции приняли участие 8 стран, это все, что касается и выступлений, которые сегодня прозвучат, и выступлений, которые звучали вчера, и то, что касается заочного участия в конференции, то есть публикации о статье. Посмотрите, это и Россия, и Белоруссия, и Казахстан, Украина, Великобритания, Германия, США и Китай. Очень такая получилась масштабная конференция, конференция у нас международная. Приняли участие, да, великолепная география, согласно с вами, Татьяне Геннадьевне, участники из более чем 50 городов. И представьте, сколько еще сегодня городов слушать будут нашу замечательную конференцию. То есть этот список, он пополнится, конечно же, да. Я уже видела, коллеги в начале вебинара писали, кто откуда, что есть коллеги, например, из Уссурийского, он тут у меня случайно первым как раз идет. Я брала из анкет, которые вы присылали для регистрации, когда статьи присылали. Так что вот такая замечательная у нас география. Посмотрите, я думаю, что каждый из вас здесь, практически каждый из вас нашел здесь свой город. Вот. Итак, и что касается статей, да, я уверена, что у вас этот вопрос еще назревает, особенно у тех из вас, кому мы еще не ответили решение о публикации статьи, там, где еще решение не принято. Здесь тем, что статей мы получили более пяти сотен. Да, то есть это очень много, как вы понимаете. Статьи мы принимали с середины августа по 15, точнее до 15 октября. Но так как мы очень добрые, я уже про это как-то рассказывала, да, мы даже 15 октября наших любимых коллег, которые опоздали, все равно статьи приняли. Поэтому вот те из вас, кто присылал статьи уже в последний момент 14-го в ночь на 15-е и 15-го, да, вы еще ждете, вам еще не всем ответы были разосланы. Так что, коллеги, ждите, в любом случае не переживайте. Абсолютно все статьи мы получили, все статьи находятся на рецензировании, да, те, кто уже, тех, кого уже отрецензировали, есть, я знаю, среди вас, я уже видела по списку участников, те, кто, чьи статьи уже приняты к публикации, это прекрасно, я вас поздравляю, потому что у нас очень строгий оргкомитет, очень строгий был отбор у статей, то есть чтобы это получился действительно научный такой сборник. И на данный момент одобрено к публикации приблизительно 200 статей. То есть представляете, да, какой большой все-таки отсев статей был проведен, ввиду того, что сборник должен быть именно научным. Итак, конференция, коллеги, как мы с вами знаем, носит имя известного ученого Елены Николаевны Солововой. И, коллеги, сегодня, 6 ноября, конференция не просто так проводится в этот день. 6 ноября у Елены Николаевны день рождения. Сегодня Елене Николаевне исполнилось бы 63. Давайте мы с вами посмотрим сначала короткий видеоролик у Елены Николаевны, это такой фото-видеоряд. И далее я буду передавать слово нашим выступающим. Итак, и заодно, да, отвечу, если какие-то вопросы будут, либо письменно в чате, либо еще выйду с вами на связь. Давайте, пожалуйста, посмотрим видеоролик. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Симон 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 «Симон» внимание на компьютер, если вы вдруг на что-то еще отвлекаетесь, чтобы быть уверенными, что вас еще здесь не вызвали. Потому что, кто знает, вдруг у кого-то будет выступление короче 10 минут, но не факт. Итак, коллеги, я передаю слово Мариане Юрьевне Каупман, ученице Елены Николаевны. Очень будем рады вас послушать. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я надеюсь, что меня видно и слышно. Я хочу сказать, что я сейчас вместе с вами смотрела ролик, и, конечно, немножко тяжело начинать работать. Слов нет, только есть огромная грусть и чувство огромной невосполнимой утраты. И я хочу вам сказать, что для меня, конечно, как уже Алена Евгеньевна отметила, это очень личная история, потому что мне в жизни повезло дважды. Я была ученицей Елены Николаевны, когда училась в МПГУ имени Ленина, который, я думаю, навсегда остался, университет, который навсегда остался, ее альма-матер. И в дальнейшем прошли годы, и мне повезло еще раз, мы стали вместе работать. Причем мне очень хочется отметить, что Елена Николаевна была потрясающе гибким и открытым для новых идей человека. Я должна вам признаться, что много лет назад, в далеком 2001 году, когда мы начали с ней вместе работать, естественно, мы хорошо были знакомы, ей не очень понравились наши с Кларой Исаковной идеи относительно учебника. Но когда она прочитала, когда она увидела, как это работает, так получилось, что она прониклась этими идеями и стала их главным адвокатом, и очень помогала с точки зрения методического обоснования, потому что она сказала, что именно так нужно работать в условиях массовой школы. И я думаю, что жизнь, конечно, доказала ее правоту. Мне просто хотелось здесь отметить, насколько действительно настоящим учителем и профессионалом была Елена Николаевна, насколько она всю свою жизнь, и я думаю, что те, кто следил за ее карьерой как ученого, те, кто посещал ее лекции, те, кто ее слушал, видели, насколько она всю жизнь росла, насколько она всю жизнь совершенствовалась, как она становилась лучше, лучше и лучше, хотя, конечно, понятно, что планка всегда была очень высока. Но Елена Николаевна никогда не останавливалась. Она вместе с нами, вместе с ситуацией училась всю жизнь. И сегодня мне, конечно, не удастся много говорить о каких-то научных аспектах нашей работы, но мне хотелось бы продемонстрировать только один тезис на примерах из моих учебников и пособий. И здесь я хочу предложить вашему вниманию замечательный треугольник, который всегда рисовала Елена Николаевна, когда говорила об обучении. Мы с вами сейчас, многие из вас, кто не так давно присоединился к нашему сообществу, больше знают Елену Николаевну как человека, ответственного за экзамены, готовящего к ЕГЭ, выпускающего сборники стратегии подготовки. Но Елена Николаевна всегда уделяла огромное внимание и самому процессу обучения. И вот этот треугольник, который она рисовала, она говорила о том, что для того, чтобы сформировать какой-то навык, для того, чтобы появились знания, этому должны предшествовать несколько этапов при обучении. Начинается всё с ощущений, а потом появляются представления. И она так и говорила, что о компетенциях говорить, особенно на начальных этапах, нет никакого смысла. Появляются представления. И только потом, на вершине этого треугольника, как результат пройденных трёх этапов, появляются знания. И после этого Елена Николаевна, это всё не моё, это всё её, и мне кажется, очень важно сегодня об этом поговорить, всегда рисовала вот такой треугольник. И задавала простой вопрос, а как вы думаете, такой треугольник может стоять? Конечно, нет. Почему не появляются знания? Почему не вырабатываются навыки? Почему не вырабатываются компетенции? Потому что мы миновали две первые важнейшие фазы. И если о представлениях иногда у нас ещё получается поговорить, то от ощущений мы абсолютно почему-то себя ограждаем. Мы сразу пытаемся дать нашим обучающимся знания. И, как говорила Елена Николаевна, такой треугольник стоять не будет, никакого результата не будет. Знаний без ощущений и представлений не получится. И мне очень хочется продемонстрировать, проиллюстрировать эту мысль на простом примере. Аспект страноведения. Один из любимых аспектов и Елены Николаевны, потому что, может быть, вы знаете, она была и соавтором большого количества пособий и учебника, где очень мощно преподавалась именно социокультурная, лингво-страноведческая, была заметна доминанта вместе со своим, со автором Викторией Викторовной Сафоновой. Это тоже уже дела давно минувших дней, но я думаю, что кто-то, кто давно следит за тем, что происходит в нашей российской методике, тоже об этом знает. И я хочу сказать, короткий такой, дать анонс. Конечно, я сегодня скажу буквально два слова, но будет два очень подробных вебинара по страноведению у меня на Титульской площадке в октябре. Первый из них буквально через несколько дней, 13-го числа. Поэтому, если интересно, присоединяйтесь. Так вот, аспект страноведения Америки. Кому это нужно? Зачем это нужно? Давайте попробуем сейчас с вами просмотреть несколько вопросов, которые здесь у нас есть на слайде, и попытаемся на них ответить. Давайте, если кто-то может что-то прокомментировать, пожалуйста, пишите в чат. Я всегда люблю активно работать. Так посмотрите, какие вопросы перед нами стоят. Who were the saints and who were the strangers? Why did they decide to leave England? When did they see land? Who was the leader of the saints? Why did they land at Cape Cod? What is the Mayflower Compact? И так далее. Все эти вопросы, давайте честно скажем, кто из нас сейчас готов на них ответить? Почему мы должны иметь эти знания? И давайте отнесём этот вопрос к нашим обучающимся. Почему им должно стать это интересно? Какое им дело до того, что такое Mayflower Compact, и кто такое saints and strangers? Если они запоминают слово Pilgrims, на этом мы уже должны быть благодарны. Это как же вот эту всю историю, начиная с того, как наши известные нам пуритане поплыли на Mayflower, и заканчивая подробностями о страноведении современном, Washington, D.C., New York, the Battle of Gettysburg, это, конечно, не современное страноведение, но ближе к нашему времени. Как это всё преподать? И здесь у меня есть ответ. Как нам начать с ощущений, когда мы говорим о страноведении? И здесь есть два момента. Первый момент — это формат художественного текста. И здесь я позволю себе процитировать Эйнштейна, который говорил, когда его спрашивали, как сделать так, чтобы дети стали гениальными, как развивать когнитивные способности детей. Эйнштейн давал ответ. «Читайте им сказки». И когда его спрашивали, а как сделать, чтобы они были ещё более творческими, успешными и когнитивно одарёнными, Эйнштейн отвечал, «Читайте им больше сказок». Так вот, формат такого вот нарратива, не обязательно сказки, но художественного текста — это то, что позволяет нам в условиях обучения, почему-то мы об этом забываем на старших этапах, и позволяем себе только в самом-самом младшем возрасте с учениками делать. Это формат такого вот фэнтези, сказки, в формате которого мы как раз и предъявляем вот эти вот сложные для понимания, не всегда интересные детям факты. Вот так мы создаём ощущение, потому что художественный текст, именно художественный, не информативный, а художественный текст порождает эмпатию. Посмотрите, как начинается предъявление этой информации. «My unknown friend, today I'm leaving my country forever and going to the new world. I'm sailing off into the unknown». И так далее. То есть посмотрите, таким образом мы создаём ощущение. Ещё один пример, я ещё раз повторяю, я об этом буду подробно говорить на своих вебинарах, если кому-то интересно, присоединяйтесь. Посмотрите, как нам было уложить всё страноведение Америки в какую-то историю, которая стимулировала бы учащихся читать, узнавать и запоминать факты. Есть человек, который уплыл в новый свет, и он оставил сокровище. И посмотрите, как он описывает дорогу к этому сокровищу. Посмотрите. «Follow me and walk the road of stars. Then come to the hills that shine with gold. Here is a map to help you if you have any trouble. Then find the place where the first, the third, the sixteenth, and the twenty-sixth met. Look up, and you'll see a huge white horse. Under this horse there is a deep cave. Follow the pictures on the cave wall, and they'll lead you to the treasure. То есть посмотрите, вот вам начало квеста. Вот вам, если мы хотим говорить об этом, геймификация, которая тоже начинает с ощущений и создаёт представление. То есть что такое, опять же, что такое геймификация, о которой мы сегодня очень любим говорить? Это не анимация, это не то, что вы посмотрели что-то. Вы что-то сделали, и вы получили музыку, или вы получили какой-то видеопрагмент. Это стимуляция переходить с уровня на уровень. И возможность переходить с уровня на уровень только тогда, когда вы выполнили предыдущее задание. И посмотрите, сколько здесь, я сейчас буквально вот через секунду буду заканчивать, сколько здесь, посмотрите, сразу ключей. У нас есть карта сокровища, которая похожа на флаг США. У нас есть какие-то цифры, которые потом выяснятся, что порядок следования президентов. У нас есть «The hills that shine with gold» – «Золотая лихорадка». То есть всю историю США мы укладываем вот в такой вот проект, вот в такую вот игру, вот в такой вот квест, который позволяет нам как раз проделать то, о чём я говорила вначале. Пройти от ощущений, получить представление, и в конце, как результат моего активного, заинтересованного, эмоционального участия, я получаю знания, которые остаются со мной на всю жизнь. Я очень рада была всех видеть. Как я уже сказала, если вам интересна эта тема, присоединяйтесь к моим вебинарам 13 ноября и 19 ноября. А сейчас я передаю слово. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Субтитры "'Incest' ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Ваши коллеги. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тема моя. Зачем фразовые глаголы, идиомы нужны учащенности и как вам обучать в современной средней школе? Зовут меня Малышева Наталья Борисовна. Я являюсь учителем английского языка в школе 15-12 города Москвы. Итак, сейчас в данное время повышается интерес к изучению иностранного языка английского в качестве средств международного общения по всему миру. Даже в странах северной и северо-западной Африки, которые традиционно языком коммуникации с представителями иных культур, с иных континентов, с других стран, был французский, постепенно начинает набирать популярность английский, особенно в речи молодежи. Тунис, Марокко. На современном этапе развития общества письменная форма речи, язык официальных документов, деловой переписки уступает место устно-формам и личным общениям в различных мессенджерах, которые близки к разговорным языкам. Что же характерно для неофициального стиля общения? Непринужденность, непосредственное участие собеседников в разговоре, неподготовленность речи, автоматизм, преобладает диалогический вид речи, хотя возможен и монолог, метафоризация. Активно используется фраздиологизм, в том числе различные идиомы, аббревиатуры, эллипсисы, слова широкой семантики, речь становится эмоциональной и эмфатичной. Где же мы можем применить знания фразы, глаголы и идиомы? Во-первых, это государственная итоговая аттестация. В 9-11 классе при написании личного письма. В 11 классе на ЕГЭ задание раздела лексика и грамматика 32-38. Конечно же, это олимпиада различных уровней. И все это повышает уровень владения языком. С уровня B2 до уровня C1 и даже C2. Как мы с вами начинаем нашу работу? С фразового глагола. Stand up, sit down. Потом переходим к глаголам посложнее. Look at, get in. И в конце концов, знакомимся с глаголами, которые многоозначны. Break through, come down to. Работа фразового глагола включает. Вводим понятие фразового глагола. Объясняем. В системе глагола присущат все стандартные виды временной формы. Могут быть переходными, непреходными, разделимыми, неразделимыми, однозначными, макозначными. Знакомимся с значением фразовых глаголов. Закрепляем языковых упражнений. Употребляем фразовые глаголы в речевых упражнениях. Существует два основных подхода к изучению английских фразовых глаголов в системе. Традиционный, когда мы движемся от глагола к различным его значениям, в зависимости от наречия, предлога, послелога, употребляемого с ним. Встречается в большинстве наших с вами школьных учебников, учебных пособий. Другой подход, инновационный. Усвоение значений фразовых глаголов идет через предлоги, наречия, которые входят в их состав, а также основные идеи. Учит такой подход понимать общий смысл глагольного сочетания. Например, идея привилога и кросс – движение с одной стороны на другую. К его значениям мы относим следующее обнаружение, передача информации, понимание. Примеры традиционного подхода. Глагол be. Be after – метить на должность. Be into – увлекаться чем-то. Be on – работать, функционировать. Глагол инновационный подход. Come across – случайно найти, встретить. Get across – донести смысл. Put across – излагать, формулировать, донести информацию. Run across – случайно встретить. Кого-либо натолкнуться. Как мы знакомимся с каждым фразовым глаголом? Сначала даем значение или значение на русском языке. Пример употребления предложения на английском языке с переводом. Указываем на его разделимость, неразделимость. Вот система упражнений. Включает matching, соединение, сопоставление, перевод русского на английский, нахождение фразовых глаголов в тексте, их значение. Можно вставлять прилоги в пропуске. Вставлять прилоги по памяти, несмотря в текст, который уже прочитали и разобрали. Давайте с вами, коллеги, выполним упражнение второго типа. Прочитаем историю и переведем ее, обратив внимание на использование фразовых глаголов. Сколько фразовых глаголов вы можете найти в этом тексте? Пожалуйста, напишите мне число фразовых глаголов в чате. Итак, коллеги, сколько фразовых глаголов вы видите в этом тексте? Правильно ответили коллеги, которые написали пять. Например, Broke down, сломался. Break down, расплакался. Broke into, начал тратить сбережения. Break up, закрыться на каникул. Broke into, начали делить. Следующее упражнение. Прочитаем историю и допишем недостающую часть фразовых глаголов. В нашем распоряжении четыре после лога. Это down, in, out и through. Какой после лог мы должны ставить на место пропуска? Напишите, пожалуйста, коллеге его в чате. Правильно, Елена. Молодец. Кричал репортер, let me through, let me through, I'm the son of the victim. Пропустите меня, пропустите. Я сын пострадавшего. Очень хорошо. Что означает этот фразовый глагол? Be around. Выберите один из вариантов перевода. Напишите его числовое значение в чате. He's been around a lot. Он тертый калач. Он нам еще покажет, где раки зимуют. Он допрыгался. Все это время он находился поблизости. Правильно, Анжелина, Ягодарова. Правильный ответ. Он тертый калач. Помимо других значений, у этого глагола, be around, также указание на богатый жизненный опыт человека, много повидавшим в своих веках. Повышаем уровень владения английским языком наших учащихся не только через фразовые глаголы, но и изучая фразеологизмы, идиомы, пословицы и поговорки. Мы отбираем идиомы по следующим принципам. Первый принцип. Принадлежность к определенной теме. Второй. По ключевому слов выражению. Существительному. Глаголу. Прилагательному. Предлогу. Например, идиомы на тему родные и близкие. И другой принцип. Со словом «day». Ключевым словом. Перестать быть модным, успешным. Рано говорить о результате. Make some of this day. Почастливить кого-то. Также существует еще принцип. Сравнивая идиомы с русскими аналогами, они способны создать образ нашего воображения. Be of the moon. Быть таким счастливым. Fit like a glove. Сидеть как в литое. Иногда есть точный аналог в языке перевода. A matter of life and death. Вопрос жизни и смерти. On everyone's lips. У всех нустах. Другие идиомы. Трудно понять, если попробовать вывести их значение из отдельных слов. Может даже привести такое к ошибкам. Например, go up the wall или hit the roof. Прийти в ярость. Знакомься с идиомой. Указываем ее значение или значение на русском языке. Приводим пример употребления. Приложение на английском языке. И даем ему перевод. Итак, давайте с вами посмотрим примеры упражнений. Прочитайте английские диалоги. Найдите выражение со следующими значениями. Дается значение. Идиома в тексте выделена курсивом. Ставьте следующее идиомое предложение. Дается идиома. Выберите правильный вариант из двух. Напишите, пожалуйста, коллеги в чате, какой пример вы считаете правильным. Какой? Нест или руст? Конечно же, руст. Правильно, Татьяна. He is already 30 years old, so it's time to fly the west, so it's time to fly the nest. The nest, конечно, покинуется в родительское гнездо. Замените. Выделены слова правильными. The best thing we can do is to keep our heads above and hope that we will soon get used to the new rules. Какой здесь должен быть предлог? Напишите, пожалуйста, в чате. Коллеги, здесь должен быть даун. А что вместо слова fit? The best thing we can do is to keep our heads above and hope that we will soon get used to the new rules. Head. Верно, Александра. Молодец. Также могут быть следующие задания. Какие идиомы употреблены в прямом значении, а какие являются устойчивым? Прямо или переносно в значении используют идиомы. Придумайте историю на английском языке, используя как можно идиомы на эту тему. Идиомы перепутаны. Расставьте их на свои места. Продолжение следует... 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 Спасибо. Я отвечу на вопросы в чате. Продолжение следует... 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 Да, название доклада, которое вы видели в программе, я решила немного перефразировать. Сегодня мне бы хотелось поделиться с вами нервные способы того, как выжать максимум пользы для наших учеников из текстов для чтения, которыми мы пользуемся в учебниках в государственной школе. И поможет нам в этом лексический подход. У истоков лексического подхода еще в 90-х годах стоял Майкл Льюис, а сейчас наиболее известными популяризмами этого подхода являются Эллер и Энджи Волт. У лексического подхода лежит идея о том, что язык состоит из грамматикализованной лексики. Что это такое, я объясню на примере. Когда мы начинаем учить иностранный язык, практически первое, что мы учим, это «what's your name?». Мы не знаем, что это маленькая ссылка. Это сокращенная форма глагола «to be» и третьего лишнего слова. Мы не знаем, что это вопрос, поэтому подлежащие сказы мы поменялись местами. Мы знаем «what's your name?» как лексическую единицу, мы понимаем ее смысл, и мы пользуемся этим как словом. Лексический подход говорит, что весь язык состоит из этих единиц, так называемых «chunks», которые состоят из нескольких слов, а иногда целых предложений. И когда мы говорим, мы не нанизываем известные нам слова на грамматические структуры, а пользуемся этими целыми кусочками языка. Кроме того, лексический подход предлагает альтернативный взгляд на развитие навыков восприятия устной и письменной речи. В наших учебниках мы привыкли видеть, как построены уроки по навыкам аудирования и чтения. У нас есть предсказания. Мы читаем быстро «reading for taste», читаем для более детального понимания, делаем какие-то минимальные упражнения на язык и реагируем на текст. Лексический подход говорит о том, что нет смысла развивать навыки, если человеку непонятно 60% слов в этом тексте. Поэтому лексический подход предлагает рассматривать текст не как материал для развития навыков, а как ценнейший источник языка. Лексический подход сохраняет все этапы чтения, все этапы урока, но реализует их. Итак, коллеги, мне жаль, что кому-то плохо слышно и что звук пропадает, но я продолжу. Да, этапы урока сохраняются, но реализуются по-другому и с другими целями. Как я покажу на примере текста из учебника, с которым мы работаем в школе, это учебник Starlight для 10 класса, коллеги, которые работают по этому учебнику, могут узнать, это будет текст из 2-го юнита. Прежде чем я пойду дальше, давайте на пару минут представим себя на месте наших учеников. Я продюсую вам несколько фраз, пожалуйста, напечатайте в диалоге. Хорошо? Эти фразы вырваны из предложения, это не полные предложения, поэтому будьте готовы к этому. Итак, первая фраза. Напишите, пожалуйста, то, что вы слышите. Еще раз. И еще одна фраза. Отлично, замечательно. Таким образом, я диктую около 10-13 выбранных из текста фраз. Мы обсуждаем, что мы услышали, выносим на доску. Обсуждаем не только значения, но и особенности связанной беглой речи. Таким образом, готовясь к члену текста, мы обращаем навыки аудирования. Как правило, детям очень нравится начинать урок с такой разминки. В принципе, можно им дать эти фразы уже в готовом виде. Как я их выбираю? Эти фразы могут быть предложены учебником. Я могу их выбрать сама, потому что они мне кажутся полезными. Вы здесь, ваша свобода, свобода вашего творчества. Далее следует традиционный этап предсказания. Как вы думаете, о чем будет этот текст? Но студенты не просто высказывают какие-то общие мысли по поводу содержания текста, а пытаются воссоздать предполагаемый текст, используя фразы, которые мы выделили, в целых предложениях. Они прекрасно это делают в парах. В первый раз, когда вы это им предложите, им будет немножко сложно, но после того, как они поймут, чего вы от них хотите, это будет каждый урок идти совершенно без проблем. Затем наше традиционное задание. Прочитайте текст, насколько ваши предположения соответствуют реальности. Они получают текст и читают его полностью. Здесь важно обратить внимание на то, что не быстро проглядывают, а именно прочитывают. Обращая внимание на текст и снова в парах восстанавливаем его по ключевым фразам. После этого текст можно открыть, вернуться, проверить себя, все ли правильно. Те фразы, в которых были сделаны ошибки или те, которые были забыты, мы вслух прочитываем тому человеку, с которым мы работаем в паре. Таким образом, мы уже два раза прочитали текст. И для лексического подхода это ключевая идея. Repeated exposure to the language is the key to success. Как происходит обычно? Прочитали текст, быстренько сделали упражнение, задания пошли дальше. Это не значит, что от заданий в учебнике вообще нужно отказаться. Их можно немножко модифицировать. И переписать таким образом, чтобы предполагаемые ответы на них перерабатывали лексику, с которой мы работаем. Если такой возможности нет, мы можем просить ребят при проверке ответов, мы можем просить зачитывать отрыски текста, которые подтверждают правильность выбранного ответа. Таким образом, они вернутся в текст, они его еще раз увидят и еще раз проговорят. Какую еще работу можно провести с текстом? Можно снова попросить в него вернуться, найти и выписать все фразовые глаголы. Или сочетание прилагательного с существительным, сочетание наречия с глаголом. Еще раз просмотрим текст и почерпнем полезную для себя лексику. В идеале в лексике, как всегда, есть упражнения, которые предлагают отреагировать на текст, высказать свое мнение, обсудить какие-то вопросы. На этом этапе мы тоже снова можем вернуться в текст и снова его проглядеть. Найдите и подчеркните в тексте три вещи, которые вы нашли наиболее интересными. Или которые вы не знали, которые вас шокировали, которые похожи на ваш опыт. На основе этого с использованием языка текста можно дать свою реакцию. Весело и энергично закончить урок можно с помощью такого приема, который называется fast reading. Мы засекаем таймер, минута или полторы минуты, если мы готовимся к ОГЭ или ЕГЭ. И каждый прочитывает текст вслух. Смотрим, кто за эту минуту или полторы минуты смог продвинуться по тексту дальше. Естественно, проговорив при этом условие, что все, что написано, должно быть прочитано и должно быть прочитано качественно. Таким образом, мы вернулись к тексту 5-6 раз за один урок, что значительно повышает шансы наших детей что-то запомнить. А если мы еще попросим их дома подготовить пересказ с лексикой текста, то через несколько месяцев такой работы вы удивитесь, насколько живой и естественно начинает становиться их речь. Я надеюсь, что какие-то из моих идей окажутся полезными для вашей практики. Мне очень жаль, что кто-то не смог полностью услышать из-за проблем связью. Пожалуйста, пишите мне в чате, пишите мне на почту, я веду блог в Инстаграме, добавляйтесь, я отвечу на все вопросы и с удовольствием поделюсь еще идеями. Большое спасибо, удачной конференции, до свидания. Продолжение следует... 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 So, I'll just set my timer so as not to overrun. First of all, I'd like to tell you a little bit about how I met Jelena Nikolaevna, because the actual meeting of her says something about her, something about her character. And I met her a few times, actually. This is going back about 15 years ago. I'd met her at conferences of one kind or another, because in those days I was involved in importing academic and ELT materials into Russia. And one day I had her business card, that's all, and I'd spoken maybe a few words with her. But one of the big British publishers asked if I would introduce her to Jelena. So, I made a phone call. I introduced them. And this large publishing company asked her, would you write a book for us? And she said, I'm ever so sorry. I'm so busy. I have so many projects. I would love to. And eventually, this lady from the big publishing house left the office. And I said to Jelena, I'm so sorry. You're obviously extremely busy. Is everything okay, by the way? And she said, well, not really. And she explained to me that, and it was evening time already. It was six or seven o'clock in the evening. And she explained that there was an emergency staff meeting going on. And she had to attend it, and it meant that she would be occupied until 10 o'clock that evening. But the problem was, she was supposed to be using that time to prepare texts and to prepare tasks for a group of children that were going to be working with prototype versions of the Ege the following morning. So she was saying, now I have to be in the meeting until 10 in the evening, and then I have to work on these texts and tasks. And I said, well, I could write some texts for you, maybe, to make it a little bit easier. I was just offering to be helpful. I didn't actually think that she would agree, but she said, oh, would you? And she left me with a biro and a piece of paper and some practice tests from previous years, and off she went to this staff meeting. Well, as a result, I worked all the time she was away, and I looked at the models, and I created some tasks and some texts. And when she came back, I said, oh, look, I've done two or three variants for grammar and Lexus. I did this for reading. I hope some of it is useful, and I wished her goodnight and goodbye. She called me two days later, and she said, oh, it was a great success, and the children really enjoyed the texts, and it went very well. And I said, oh, I'm really pleased, Yelena. That's good news. It was very easy for me, of course, because I'm a native speaker. And she said, let's work together. Oh, that was a surprise. And that was the beginning. That was Yelena Solivova. It all happened so spontaneously and out of people interaction, and as a result, we prepared, I think, about 12 or 15 books together of practice tests. And very early on, she taught me about the Russian national exam and what it involved. And she explained to me that you have to prepare children for the reality of what they will encounter. You must prepare them. You must make your texts and your tasks even harder in some cases, or certainly as hard as what they will experience on the fateful day when they sit down to take their exam. And so she was always chasing me, saying, you've got to make it harder, you've got to make it difficult, more difficult for them to differentiate. And she explained to me the different competences that are involved in that exam. So it's not just English language, grammar, and so on. It's also about cultural awareness. It's also about deductive reasoning and so forth. And she encouraged me to use my own experiences because, in fact, I was a regular visitor to Russia for about 20 years, and I traveled all over Russia, all the big cities of Russia. And she said, John, use these experiences. So, for example, if we did some reading piece, let's say, on borders, international borders, I was able to use one text about crossing the English Channel from England into France on the tunnel, or the channel, as we call it. But I was also able to recount in this reading piece, walking along the river embankment in Khabarovsk and looking across the river to China on the other side, because I had experienced that. And she wanted me to always use those kind of authentic experiences of a native speaker, encountering Russian culture, Russian language, Russian people, and to put it into those tasks. So, when we did a piece on lakes, I talked about Ullswater in the English Lake District, where Wordsworth wrote his poems. But I also talked about walking across Lake Baikal at winter, which I have the real joy and privilege of doing a number of years ago. And meetings with real people, real dialogue. So, I talked about white nights in St. Petersburg. I talked about meeting friends to celebrate Pushkin's birthday. I talked about Moscow's birthday, the city of Moscow's birthday, and events. I talked about meeting my godson, Stepan, and what we did. And I kept pouring out this material, and she kept turning it into relevant, accurate tasks to meet the needs of the students who had to take that exam. And, you know, she did so much experimentation with how students use the time. What do they actually do in the first 10 minutes of an exam? What do they do in the first 30 minutes of an exam? And she kept preparing materials, and she wouldn't brief the children in advance. She would let the test run, and then tell them, surprise them all by asking them to stop. And then she would study what they had actually done. And so, she developed strategies, exam strategies, to help them get through. Now, our typical routine, when I was in Moscow, was for her to get me to meet her at a metro station, because she knew that I would get lost if she gave me an address. So, we would always meet somewhere on the metro, then we would go for breakfast, and then we would fight over who paid, because she was very generous, and I wanted to pay, and she wanted to pay. And then we would work in the cafe for a bit, then we would go to a nearby office, where she was working at that time, formerly at the university. In recent years, we'd meet at the Moscow High School of Economics. Then we'd go for lunch, working all the time. And then afterwards, very often, on two or three occasions, she asked me, she said, John, what are you doing for the rest of the day? And I would say, nothing. No, I'm just going back to my apartment in Oktovskar, Polya, out for dinner later, then I have two meetings tomorrow, then I'm going home. Yes, yes, John, but what are you doing now? Oh, I think I'll just go walking, Yelena, just through Moscow, just anywhere. And on two or three occasions, she said, can I come with you? Can you imagine how honoured I felt? Because I knew how busy she was. She had so many tasks, so many projects, and she was wanting to go for a walk with me. But that's what we would do. And we'd just walk, and we would talk. We would talk politics. We would talk culture. We would talk music. We would talk about our respective families. On one occasion, I met the family at the lovely Datsha out of Moscow. I remember a very, very hot weekend, and I enjoyed that so much. And I enjoyed her so much. She was a hard, hard-working lady. She was completely dedicated, and I consider it a privilege, personal privilege, to have spent that time. So to those of you in the conference today, I wish you success. To Yelena, if she was still with us, I'd be wishing her a happy birthday. As it is, I miss her, and I will remember her. But I wish all of you an excellent, excellent conference. And from Brighton, England, on a very sunny day with blue skies, I wish all of you good luck. God bless you all, and goodbye. Thank you for listening to me. Goodbye. Bye. and goodbye. На сегодняшний день формирование коммуникативной компетенции и развитие практических навыков говорения остаётся приоритетной целью изучения иностранного языка. Исходя из этого, совершенствованию навыков говорения уделяется особое внимание как в урочной, так и во время внеурочной деятельности. В процессе овладения английским языком формирование и развитие навыков устной речи является самой сложной задачей для обучающихся, так как языковой материал должен быть не только воспринят, изучен, освоен, но и активно использован на практике, так как язык — это живое явление, которое требует постоянного применения. В практической деятельности учащиеся должны стараться избегать путаницы в общении из-за неправильного произношения, грамматики или лексики, а также соблюдать социальные и культурные правила, которые применяются в каждой ситуации общения. Основная трудность использования иностранного языка в реальном общении возникает в реальном общении, поскольку учащиеся не готовы к спонтанным и требующим быстроты исполнения действия. Зачастую, попадая в реальные ситуации, выезжая за границу с родителями, учащиеся испытывают трудности в общении в самых простых жизненных ситуациях, к примеру, на таможне, в отеле при заселении или при покупке сувениров в магазине. Чтобы помочь учащимся справиться с трудностями в общении, в повседневных ситуациях, учителям необходимо в урочной и внеурочной деятельности создавать условия для выполнения заданий, имеющих именно практический и жизненный характер. Деятельность учащихся должна быть организована так, чтобы они видели смысл в том, что они делают. Таким образом, учащиеся будут обладевать иностранным языком осознанно, понимая, для чего им это нужно. Существует множество разных приемов и методов развития навыков устной речи. Однако сюжетно-ролевая игра остается одним из действенных и продуктивных методов. Сюжетно-ролевая игра переносит изучение языка из класса в реальный мир, мотивирует и объединяет все языковые навыки. Более того, этот метод поощряет сотрудничество и обмен идеями и навыками внутри группы. Сюжетно-ролевая игра позитивно влияет на отношение учащихся к обучению и улучшает их навыки английской речи. Поэтому приоритетной задачей преподавателя остается правильный выбор сюжетно-ролевой игры, соответствующей возрасту, интересам и уровню развития учащихся, их информированности, а также целям и задачам урока. При изучении темы у доктора мы провели сюжетно-ролевую игру в ближайшей аптеке, покупая медикаменты для друга, который заболел гриппом. До начала игры преподавателям была обозначена тема и сюжет, а учащиеся, в свою очередь, уже самостоятельно распределили роли и отобрали языковой материал для себя. В урочной деятельности во время сюжетно-ролевой игры практически все время уделяется речевой практике. При этом все учащиеся являются активными участниками, так как в процессе взаимодействия даже слушающему необходимо понять реплику собеседника, сопоставить ее с ситуацией и правильно отреагировать на нее. При изучении темы «Еда, продукты, питание» учащимся был предложен сюжет ролевой игры в ресторане на трех участников. Третьему участнику необходимо было быть в теме разговора, следить за сюжетом и во время вступить в диалог посетителя и официанта, принимая на себя коммуникативную инициативность. Таким образом коммуникативная нагрузка участников переходила от одного к другому. В рамках урочной деятельности использование сюжетно-ролевой игры невозможно на постоянной основе, в то время как внеурочная деятельность предоставляет больше возможностей использовать данную форму организации образовательного процесса. В прошлом году нами была реализована программа внеурочной деятельности для обучающихся «Английский без границ», в рамках которой был проведен ряд занятий в форме сюжетно-ролевой игры. Это было виртуальное путешествие в летнюю школу Британии. Мы отправились в Англию изучать английский язык и получили там опыт общения с носителями языка. В течение учебного года были изучены и отработаны темы знакомства, в аэропорту, паспортный контроль, покупка билета, проезд на общественном транспорте, ориентирование в городе. При организации сюжетно-ролевой игры учащиеся использовали разговорные клише и изучены лексическим минимумом для инсценировки диалогов по заданным темам. Примеряли на себя различные социальные роли – официант, таможенник, продавец, менеджер гостиницы. Внеурочная деятельность даёт возможность проведения внеаудиторных занятий, что ещё больше приближает учебную ситуацию к реальным условиям. У обучающихся появляется возможность проникнуться обстановкой ситуации, быть действительно в сюжете, выполняя предложенные преподавателем или выбранные самостоятельно роли. Интерактивная форма работы подразумевает взаимодействие, которое способствует развитию навыков говорения и таких качеств Личности, как инициативность, коммуникабельность и активность. Общение, взаимодействие на уровне равнопартнёрских отношений способствует взаимообмену знаниями, умениями и навыками при самостоятельном решении простейших коммуникативных задач. Посещая гостиницу города с изучением темы «Отель», обучающимся необходимо было зарегистрироваться в отеле и снять номер на несколько дней. Здесь обучающиеся принимали собственные решения для выполнения поставленной задачи. Они самостоятельно выбирали разговорные клише для спонтанного диалога, так как с ними разговаривали администрации гостиницы и у обучающихся не было возможности заранее приготовить скелет диалога. Нашим обучающимся также понравилась сюжетно-ролевая игра в городе, где необходимо было у случайных прохожих узнать дорогу до места назначения. Немало удивления проявляли прохожие города, но и обучающиеся получили позитивный заряд эмоций. На сегодняшний день воплотить все обучающие возможности сюжетно-ролевой игры позволяет квест-игра как эффективная форма организации учебной деятельности, которая помогает комплексно решать разнообразные образовательные и развивающие задачи. В процессе проведения квест-игры под названием «В городе» учащимся необходимо было отвечать на вопросы маршрутного листа, необходимо было найти объекты на улице, изучить дорожные знаки, купить билет в общественном транспорте, суметь сориентироваться по карте, задавать вопросы прохожим и инсценировать диалоги. Сюжетно-ролевая игра в комплексе с квест-игрой дает возможность сосредоточить внимание на не отдельных элементах полученных знаний, а на жизненных явлениях, взятых в целом, во всей их сложности, в процессе развития. Данная форма организации вне учебной деятельности помогает синтезировать приобретенные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. На наш взгляд, если сформированность коммуникативной компетенции обучающихся в урочной и неурочной деятельности находят свое применение в повседневной жизни и учащиеся умеют использовать языковые структуры крюше во время заграничных поездок, заполнять документы, бланки, необходимые в этих путешествиях, воспринимать иноязычную речь на слух и правильно реагировать, даже доброжелательно, на реплики собеседника, то можно говорить о правильно выбранном пути преподавания иностранного языка и достижении поставленной цели перед преподавателем. Спасибо за внимание. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Хорошо слышно? Итак, слышно? Минуточку. Спасибо. 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 Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу прощения за неполадки со звуком. Слышно ли? Хорошо. Савицкая Елена Анатольевна, Краснодар, лингвистическая гимназия 23. В моем выступлении я коснусь интересной темы, которая связана с неурочной деятельностью, как бы продолжая выступление предыдущих коллег. Внеурочная деятельность дает детям возможность применить на практике все свои знания, полученные на уроке. И, кроме того, познать, что для достижения какой-то цели нужно сотрудничать друг с другом. Сотрудничество, коллаборационизм имеет два значения, как минимум. Первое значение – это сотрудничество в жизни для достижения цели. И второе значение – это коллаборационистская педагогическая технология, которая является для нас, ну, для меня, по крайней мере, новой. И я работаю в гимназии 23 города Краснодара, и для нас сотрудничество с европейскими школами является привычным действием. Для малышей 6-7 классников мы организовываем поездки, чтобы дети хоть как-то могли пообщаться со своими ровесниками за рубежом, в частности, в Великобритании и США. Для более взрослых детей 9-10 классов работающий на базе нашей школы фонд «Интеркультура» организовывает серьезные языковые практики, которые помогают детям не только общаться со своими сверстниками за рубежом в Германии, в Италии, Бельгии, но и также получать опыт взаимодействия в незнакомом культурном и социальном контексте. Говоря о коллаборационизме как о педагогической технологии, необходимо отметить, что это новое веяние. В поиске новых подходов к учебному процессу школьные учителя начали обращаться к европейскому опыту, который мы пытаемся встраивать ситуативно, но пытаемся. И в этом смысле коллаборативная педагогическая технология, которая подразумевает командную работу обучающихся и их соперничество для достижения общей цели, является интересной педагогичной технологией. Далее в моем выступлении я представлю, как европейские принципы коллаборационистской технологии применяются мною во внеклассной работе по изучению иностранных языков и способствуют качественному улучшению учебного процесса, что приводит к более высоким академическим результатам. А для нас это пока является основным показателем успешности и качества образовательного процесса. Проблемы с переключением презентации примером применения некоторых принципов Нодара и школы Фелстадт в Великобритании. В 2015 году я работала в шестом классе, в котором обучались креативные ребята. И они легко овладевали знаниями и навыками на уроках. И у меня появилась идея предложить им следующее учебное условие, где они смогли бы использовать полученные знания в незнакомой жизненной ситуации, но, конечно же, им интересны. И нашими партнерами стали учащиеся английская школа Фелстадт в городстве Эссекс, Англия. Исходя из интересов детей и времени года, это был конец осени, естественным образом определилась тема, проекта «Традиционные зимние праздники в наших странах». Как педагог я определила цель. Конечно же, я ее... ...стала создание условий для обмена социальным опытом через интернет-переписку и установление личных контактов между учащимися нашей гимназией и школой Фелстадт. ...посредством приобретения практических компетенций во время проекта. Ребята в обеих командах и в Краснодаре, и в Фелстаде получили следующую задачу – изучить и сравнить традиции празднования Нового года и Рождества в России и Великобритании. На начальном этапе я помогла ребятам... Я помогла ребятам создать творческие группы и определить задачи и временные рамки по договоренности с партнерской школой. Далее мы с учителем из Англии Марио Уриагой выполняли роль модераторов, старались не навязывать собственную точку зрения. Я тоже училась новым для себя типу поведения, не навязывала точку зрения ребятам. Ребята разделились на три группы. В течение октября каждая группа должна была выполнять свою задачу. Причем само по себе возникла «Сразу предложили создать закрытое сообщество на Google+, что делается практически одним нажатием кнопки. Они мне и показали, как это сделать. И сразу же выслали приглашение на электронное представление по определенному плану. Одно из представлений вы сейчас видите на экране. Так закончился первый этап. Хочется думать, что мои дети были успешнее, так как была выбрана наша интернет-платформа, которая всем оказалась удобной. Далее. Заданием второй группы было представление «Как представить наш город и гимназию». Не сразу ребята пришли к взаимопониманию. Но в процессе работы они смогли договориться, выбрать позицию и научились слушать внимательно друг друга. В результате они смогли создать требуемый продукт. Результат работы вы видите на экране. «Смею подумать, что наша презентация была более полной, чем презентация британских школ». Эта группа тщательно отбирала и анализировала информацию о школе-партнере, об их учебном процессе. И затем ребята поделились результатами своей работы с одноклассниками. Все признали, что, к сожалению, наша гимназия не может похвастаться такой историей и возможностями, как школа Фелсет. Но при этом сделали правильный вывод, что новые знания послужат всем стимулам для дальнейшего развития. И, наконец, в начале декабря мы все приступили к выполнению основной задачи – изучению и сравнению рождественских новогодних традиций. Тут были и групповые представления, и индивидуальные. В процессе работы мы отмечаем больше Новый год. Рождество, кстати, отмечается в разные дни. Да и главный символ праздника – Дед Мороз. Выглядит по-разному в наших странах. Мои дети даже составили сравнительную таблицу основных характеристик Дедов Морозов российского и британского. И получилось, что у них все разное – и возраст, и телосложение, и характер, и одежда, и транспорт, и даже место жительства. В середине декабря мы поминутно сидели в интернете, обмениваясь информацией и ожидая друг от друга известий. Заключительным заданием нашего сотрудничества было прислать подарок друг другу в соответствии с традициями страны, которые мы узнали во время работы над проектом. Краснодарские школьники рассказали своим английским друзьям, что в России обязательно посылают поздравительные новогодние открытки. И поэтому наши друзья из Фелцида прислали нам яркую открытку. От своих партнеров мы узнали, что английские дети делают пряничные рождественские домики. И мы вновь разбились на дружеские группы и построили домики. Были жаркие споры, из чего строить, как украсить. Ну и, конечно же, вы видите, наш проект был очень вкусным и красочным. И сделан по английской технологии. Заканчивая выступление, хочу подвести итог. В ходе работы над проектом группы ребят самостоятельно работали с информацией в библиотеке и сетевых ресурсах. Они развивали свою информационную компетенцию. Они учились слушать позицию партнера лично и через интернет-сервисы. Так развивалась коммуникативная компетенция. Дети сотрудничали и соперничали друг с другом для выполнения и защиты практико-ориентированного проекта. Так развивалась кооперативная компетенция. Ребята продемонстрировали готовность к решению проблем. Это способствовало развитию проблемной компетенции. Таким образом, полагаю, что международный школьный проект «Зимние праздники в России и Великобритании», осуществленный учащимися Краснодарской гимназии 23 и английской школы Фелстет, может считаться учебным заданием нового типа, которое предполагает коллективное, коллаборативное решение проблем. Спасибо за внимание. Всем удачи! Добрый день, дорогие коллеги! Слышно ли меня? Меня зовут Старовойтова Ирина Юрьевна, и я преподаю журналистику и английский язык в одной из базовых школ РАН. Это 6-й лицей города Тамбова. Сегодня я хотела бы остановиться о проблеме искусственного интеллекта и мести учителя в современном мире. В настоящее время в обществе идет непрекращающаяся дискуссия о роли и мести учителя. Говорят об этом на телевизионных каналах в эфирах. Например, РБК приглашает специалистов высшей школы экономики и специалистов платформы учи.ру и обсуждают это в прямом эфире. Обсуждается в профессиональной среде, в учительских форумах, скажем, на площадке педсовет.орг. Эта проблема отражается даже в темах эссе, которые предлагаются учащимся на ЕГЭ по английскому языку в открытом банке заданий ФИПИ. Хотела бы предложить вам выбрать одну из двух тем, которую вы бы предпочли отработать, если бы прямо сейчас сдавали ЕГЭ. Напишите, пожалуйста, первую или вторую вы бы выбрали. Искусственный интеллект... Спасибо большое. Искусственный интеллект несет колоссальные изменения в обществе. И, значит, в школе, какой бы ни считали консервативной нашу среду, вопрос, волновавший только футуристов и фантастов, заменит ли робот учителя, звучит теперь скорее так, когда это случится. Уже сегодня обыденной вещью совершенно стало дистанционное образование, однако по ту сторону экрана по-прежнему учитель. Можно считать забавными отдельный случай замены ученика роботом, когда тот не может по тем или иным причинам присутствовать в классе в силу каких-то ограничений по здоровью. Зато может это осуществить таким экзотическим способом, но мы понимаем, что это всего лишь средство коммуникации. Большинство специалистов соглашаются, что замена учителя роботом она близка и она будет, но она не будет тотальной, потому что важные вопросы воспитания и личностного развития, конечно же, будут решаться через взаимодействие и вовлеченность в совместную деятельность. Профессор Татьяна Черниговская видит задачи современного образования в тренировке понимания, а не запоминания, воспитании спокойного отношения к постоянным переменам, формировании навыков верификации информации, что вообще приобретает особую значимость в нашу эпоху, эпоху постправды, и в обучении самой способности учиться противостоять стрессу. И, в общем-то, в целом видит цель учителя, задачу главного учителя – это научить сохранять человечность в цифровом мире. В своём выступлении я хотела бы остановиться на возможных уже сегодня способах решения поставленных задач. На уроках английского языка, конечно же, с его метапредметностью, с его практически огромными, неограниченными возможностями влиять на формирование личности ученика. Итак, рассмотрим несколько аспектов. Итак, фокус на понимании о незапоминании, на мой взгляд, решается при inquiry approach, который очень близок к методу, известному со времён Сократа или Джона Дьюи, скажем, то, что мы называли методом проблемного обучения всегда. Очевидно, связь с authentic learning или interdisciplinary learning, то есть с тем, что очень легко имплементируется в уже существующую систему школьного образования и плюс учитывается разработчиками существующих линейк УМК прекрасно. Остаётся один вопрос. В конкретном классе, на конкретном уроке, конкретный учитель, что он хочет от ученика? Если пересказ текста, ну, наверное, это, скажем так, немножко другая история. Говоря о готовности к изменениям, думаю, здесь важно воспитание спокойного отношения к этим самым постоянным переменам и изменениям. И всё это возможно через адекватную организацию learning environment, то есть flexible classroom environment. Я не спешила бы недооценивать важность даже таких вещей, как расстановка мебели в классе, оборудование, ведь всё же теперь это есть. И при реализации определенных разнообразных существующих используемых вами форм работ, таких как беседа, диспут, ролевая игра, парная, групповая, метод кейсов, вот совершенно по-другому организуется пространство, и пространство работает на достижение цели. Я думаю, что это возможно даже в таких школах, где... Ну, мы, к сожалению, пока говорим о low resources schools. Говоря о необходимости формирования навыков верификации информации, очень сложная вообще-то вещь, но мы имеем в виду critical thinking. И если мы начали самой-самой начальной школы с первых уроков, если мы просто уточняем, а что это, факт или это мнение, если мы учим ученика верить себе, обязательно перепроверять информацию, то, наверное, нам будет немножко легче и интереснее работать в старшей школе, когда мы уже по-серьёзному хорошие многогранные проблемы обсуждаем, скажем, при обучении написанию эссе. Сложная вещь, задача противостоять стрессу. Мне всё-таки кажется, во-первых, мы должны думать о себе и сами владеть этими методиками, вот coming down techniques, и здесь ведь... и обучать этому ученику. И здесь речь не просто о какой-то, я не знаю, о моде. Это же ведь вопрос выживания, чтобы сохранить своё психическое здоровье, физическое тоже, и сохранять своих учеников. Это не про йогу говорю, хотя и о ней, наверное, тоже. Но когда мы начинаем каждый урок с 3-5 минут free writing или journal writing, мы уже на ступеньку ближе к нашей цели. И всё-таки, наверное, для меня лично самая сложная задача, что это, как это, сохранять человечность в цифровом мире. Здесь хотел бы цитату небольшую перевести. Ирина Хакамада пишет, «Понятно, почему рынок прибыли и доходов потянулся к искусству. Искусственный интеллект напирает, и нужны творческие навыки поиска нестандартных решений». Я хочу напомнить, что в начале нашей конференции Марьяна упоминала вот ровно об этом и о чудесном способе это сказки, чтение, нарратив какой-то. Но есть и другие способы. Я давно пытаюсь, и достаточно успешно, программа с государственной картиной галереи в городе Тамбове совместная есть и всё это работает, использовать изобразительное искусство. Это совершенно не затруднительно. Галеристы всегда рады, и специалисты всегда помогут и окажут вообще неоценимую помощь учителю при желании. Каким образом это работает в предмете? Даже очень просто. Описание картинки или сравнение двух картин по очень строгому формату ЕГЭ в атмосфере картинной галереи – это абсолютно другой опыт. И это, снова не могу не сослаться, это идёт от ощущения к представлениям и знаниям. Это вот всё оно, и оно работает. Но в любом случае, уважаемые коллеги, мы реально очень-очень давно говорим об индивидуальном подходе, об учении самостоятельности, даже об автономном обучении, когда ученик сам выбирает, что, когда и где он будет изучать. Но ведь каждый учитель может уже сегодня на своём уроке внести вклад в то самое преобразование самой системы нашей. И хочется верить, что каждый учитель без надрыва, без переработок, без страха сможет работать с удовольствием. Конечно, это сложно. Тоже спорят. Но ведь хочется верить в лучшее. Вот, собственно, всё, что я хотела сказать. Спасибо большое за ваше внимание. Если у вас есть какие-то вопросы, то я с удовольствием отвечу на них в блоге в нашей площадке English Teachers. Спасибо. 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 quello Hello, everyone. Can you hear me well? great so i'm about to start and first of all if you don't mind i will deliver my presentation in english as my article was done in english so i guess it's quite sensible so um firstly thank you so much for all the ideas i've just picked up for my teaching experience and for my future teaching work um and right now i would like to turn to quite a disputable point uh my bios in an esl classroom so uh firstly it should be mentioned that uh what m learning uh stands for and uh let us have a look at it so m learning is actually um a process of acquiring or knowledge through tablets or today mostly mobiles so uh anyway technologies are here to stay and we know that so even the artificial intelligence is here already but luckily it lacks so the ability to feel to sense and it doesn't have any consciousness so uh there's some space for us to work on as well uh but um being a disputable point i still um consider it to be um mostly virtues and vice and if it is wise if we still think if whether we should or shouldn't allow our students to use their smartphones within the class um let us turn it into virtue and to make it a great tool of acquiring knowledge during the lesson so i would like to uh give a brief review on some applications which i use during my classes uh at school um and um as we know nowadays and actual not only nowadays it's been a period of time already we use const context as the main tool for uh acquiring learning acquiring knowledge sorry that is why um the first two applications will be um to suit this exact purpose so the first one is leb bbc learning english uh i'm sure you would agree that actually uh the name uh speaks for itself because british broadcasting corporation is something everybody can easily rely on and trust uh so in which ways uh is it good to use within the classroom uh first of all all the tracks which are included are quite short not longer than six minutes uh we've got a variety of topics starting from business english everyday english where we've got the section which is called the english we speak and it gives us a chance to pick up some new phrases which appear in the language every two hours so grammar of course and grammar conversations alone within the news pronunciation section you've got a screenshot here of this exact section which are quite hard to find somewhere on the net so um in which terms or in which situations is it possible to use this application so firstly uh you may give a task to students to listen to some phrase and find out the meaning and guess the meaning through the context which to my mind is the best way of acquiring language and later on to present it to the class um and we can use our mobile phones our smartphones because the internet connection is not in every classroom i clearly understand it and realize it so um still most of our students have smartphones with internet connection within so one more idea for listening but not on the listening and watching as well is brain pop featured movie uh so in which ways uh it's better uh first um watching is always more exciting and appealing than just listening uh the movies are rather short as well uh like the previous application like in the previous application a variety a range of topics you can see here is great yes from science to health and technologies and what's actually one more advantage of it is that it has a quiz um after each movie so it's a comprehension task as well so um the moment we've acquired some information some vocabulary we've taken from the movies and some grammatical structures as well as you see there are some grammatical points as well covered uh some videos some conversations describing our us so the phonetic uh the grammatical realities of english we can come to practice and to drilling and here there are two apps which uh the first of which i guess uh is widely used nowadays already so it's quizlet uh and we as teachers may draft some uh courses and some modules within the courses and every module uh has a number of cards here is a photo of uh from mike with that module uh module one for hunger games for the home reading section which we do with the ninth class students this year and uh so after drafting the students can do lots of drilling practice so to memorize the words uh multiple choice memories memory games uh replacing and uh the definitions so lots of ideas and um believe me the app will do its job okay uh as for grammatical uh i'd like to present you one uh developed and designed by british council which is again a kind of a trustworthy absolutely trustworthy resource uh so it's done with high quality uh and uh actually what can we use it for for drilling as well uh it has um a lot of different levels it has first it has two modes the practice mode and the test mode and it has lots of uh practice within it uh from beginner to advanced and these applications are free yes some of them uh so um let me put it this way so there are always three um three um ways to use it but of course all the possibilities are available when you pay money for them but believe me it's not necessary uh in any situation so uh here are the examples of different activities for practice how to practice and drill your grammatical realities uh the next one uh can be used mostly for relaxation for fun and it makes your class more exciting more engaged because it has the competition mode and uh like in any gamification application or in any gamification resource uh you use not only your knowledge but your feelings as well so and the winner is not only the cleverest but the fastest so it works like a kahoot in a way i'm sure you know it so again there are lots of levels you may choose from a1 to c1 so for beginner to advanced you may actually play with yourself or challenge your friend or invite a friend uh and uh use some of them the choice of the computer the choice of the application itself so um right now uh a couple of a couple of applications and mostly even resources to use uh for the teacher in the class for collaboration because we know that uh drilling is not enough for memorizing is not enough we should imply the knowledge the language we've just uh acquired acquired so um what i love in padlet most that it allows you to actually plan the whole lesson within it uh you can add lots of activities you can add some videos it allows you to add some links so and all these resources are can be used during the lesson uh here is an example of one of mine padlets uh one of my padlets uh here's the qr code and actually the students can join the padlet via qr codes uh what's good everyone can post some comments can uh can give likes to the group mates they can easily uh post um any impression they have because uh it's possible to um remain anonymous uh so in this way it's a great idea so um next one uh is neoport is actually a neoport um unfortunately i would say it doesn't have a mobile application it works via tablets and within laptops and computers but still it's possible to join in the lesson we are browser in your mobile phone and it's a great resource for assessment so here is a photo of different activities which can be chosen for assessment within the lesson and here is a screenshot of the feedback which you as a teacher get instantly you get it from your email it is sent to your email or just from your account or neoport uh it's a great tool to my mind uh but this one is a bit expensive i should say uh so and still we can use some of the um ways some of the exercises and some of the tests but not all of them uh so any applications for peer assessment uh i guess it's possible even to do it with starting with leb uh and just exchanging everything and uh for peer assessment that's the question now the exact application for it but uh we'll be glad to get it as well uh okay so coming to an end of my presentation i was trying to do it as quick as possible um a couple of words so still it's not the point of taking sides so believe me i'm not the one who would like to have the whole lesson using the mobile applications and the internet but of a perfect collaboration of traditional learning and electronic one and to my mind it's exactly what english teachers have been doing all the time not only english but any teachers so we are trying always trying to combine the traditional way and the new technologies the progressive ways so let us all keep keep up with the developing world and let the odds be in our favor thank you for your attention hope it was useful for you thank you thank you добрый день уважаемые коллеги тема выступления актуальные проблемы организации обучения иностранным языком домашние задания являются одной из актуальных проблем организации обучения иностранным языком и играем важны важную роль в учебном процессе ценность домашней работают иностранным языком заключается в том что домашняя работа дополняет обучение в классе развивает привычки следования и самостоятельного обучения обеспечивает преемственность между уроками позволяет перенести повторяющиеся механические упражнения из класса домашние условия ликвидирует также домашняя работа разрыв против школы и дома и может быть полезным инструментом оценки качества знаний для того чтобы извлечь пользу из домашних заданий и заданного на дом упражнения и сделать процесс обучения иностранной языка более эффективным необходимо постараться заинтересовать ученика чтобы решить эту непростую задачу учителю постоянно приходится быть в поиске новых форм заданий подогревать желание ученикам и стандартными подходами при выполнении обычных упражнений предложить ему некую игру в которой он легко согласиться сыграть казалось бы что нового в таком домашнем задании как запомнить анкету о себе которая периодически встречается во всех классах учеников английского языка скучное заполнение пропуска повторение знакомых грамматических форм которые хочет повторить учитель можно легко переиграть правильно замотивировать ученика в начальном звене это может быть заполнение анкеты в школе кружок или в футбольную команду или в театр кукол в среднем звене можно предложить ребятам приготовить дома анкету бейдж участников из разных стран какой-либо международной конференции в науке можно легко инсценировать эту встречу и тем самым вызвать ребят на разговор и проговаривание данных анкеты лето время поездок и детям предоставляется возможность представить себя путешественниками и заполнить анкету для поезда в языковую летнюю школу например в Великобританию или в другие страны рассказать о своих лучших качествах и достоинствах в более старших классах можно предложить ребятам заполнять анкету для заявления на получение водительских прав регистрационного удостоверения или страховки своего нового автомобиля демонстрации уже заполненных подобных анкет жителей страны изучают языка и их сравнение с теми которые были заполнены например родителям ученика при покупке личного автомобиля все это способствует развитию умения самостоятельного поиска необходимой информации так у обучающего все складывается определенное отношение к процессу обучения особенно важен познавательный момент учебного материала связь с жизнью и практикой когда ученик испытывает радость от небольших самостоятельных открытий ничто не способно так раскрыть индивидуальность и невидимые на первый взгляд способности как творческие домашние задания именно дома ребенок более раскрепощен и готов выполнить предложенные нами оригинальные задания или решить небольшую проблемную ситуацию четвертом классе учитель с учениками уже прочитал много сказок на английском языке поэтому ученикам можно задать на одном сочинять собственную сказку на английском языке предложить двум или трем одноклассникам сделать это вместе иногда обучающимся будет легче если подобрать интересный рисунок можно предложить несколько годов выражения например a little monkey wanted to eat friends a green crocodile was и так далее в конце можно предложить устроить конкурс и выбрать лучшую сказку в начальной школе дети любят рисовать это нельзя оставить без внимания можно предложить нарисовать рисунок к новому слову рассказу стихотворению нарисовать классную комнату и дать небольшое описание или составить пригласительный на день рождения сделать пазл для друзей или придумать книжку раскраску при прохождении лексики по тени одежда ребятам в начальном звене нравятся такие домашние задания когда необходимо проявить себя как модельер для этого можно выбрать популярных телеведущих и составить для них гардероб оформлен в его виде журнала мод обучающийся также придумывают и рисуют различную одежду для выбранного артиста чтобы он мог вести субботнюю телепередачу спортивную передачу тел викторину и так далее все это сопровождается небольшим текстом описанием особенно творческое начало проявляется в красочной обложке и оригинальном названии журнала обучающимся среднего звена можно уже доверить такие творческие задания как составление своего семейного древа описание членов семьи по фотографии составление маршрута семейной поездки на каникулы описание семейного праздника с помощью презентации книга рецептов семьи или бабушки это те задания которые увлекают ребят снимает языковую сложность они не только развивают письменную и устную речь но и сплачивают семью учат важности семейных ценностей в старшем звене обучающиеся уже самостоятельны и способны решать более сложные задачи главное чтобы упражнения были актуальными и учитывался уровень владения языком конечно же на первый взгляд выходит компьютерная технология здесь полезными будут домашние задания такого плана как создание сайта семьи или сайта школы класса происходит распределение ролей поиск оригинального названия составление и сбор интересных фактов интересной информации учебники старших классов часто содержат отрывки из художественных произведений современных авторов конечно же урок станет более интересным и запоминающимся если посмотреть отрывок снятого по данному произведению фильма зачастую учителю не хватает времени на поиск конкретного отрывка фильма в сети интернет и это с удовольствием сделает обучающиеся соотнести текст и найти нужный момент прослушать его и прочитать соблюдая интонацию станет намного интереснее найдутся и те кто досмотрит фильм на английском языке до конца при использовании нетрадиционных форм домашних заданий важно не пересердствовать слишком большие задания могут оттолкнуть учащихся может появиться страх не выполнить домашние задания не справиться с ним лексику потери продукта питания можно использовать для формирования метапредметных универсальных учебных действий а именно формирование здорового образа жизни можно предложить ребятам разработать полезное меню школьных завтраков и обедов например для одного из героев учебника при выполнении работы можно проявить талант художника нарисовать портрет персонажа разработать меню по дням недели красочно его оформить итогом такой работы может стать выставка буклетов и выбор лучшего меню класса при составлении нестандартных домашних заданий нельзя забывать и о национальном компоненте при прохождении любого раздела учебника нужно поощрять обучающихся чтобы они использовали элементы истории и культуры родного края в своей работе если задания связаны с традициями странно изучаемого языка то необходимо упомянуть и сравнить их с традициями нашей республики города достопримечательностями можно предложить разработать экскурсию для гостей своего города на английском языке написать репортаж о каком-то событии придумать и нарисовать знаки по охране природы оформить программу городского мероприятия ни одна тема учебного раздела не проходит без таких нетрадиционных форм домашнего задания как составление ребусов и кроссвордов нахождение пословиц и поговорок на разных языках по разным темам и составление загадок сочинение стихотворений небольших сообщений разработка презентаций и даже видеороликов все это зачастую перетекает небольшой проект а иногда становится ступенью к научно-практической конференции таким образом эффективность учебного процесса во многом зависит от умения учителя правильно и грамотно выбрать ту или иную форму домашнего задания спасибо за внимание 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 Здравствуйте, уважаемые участники конференции, организаторы. Есть звук, спасибо. Разрешите представиться. Меня зовут Юлия Сергеевна Загайнова. Я работаю в гимназии 44 города Ульяновска. Я здесь второй год, поэтому тема моего выступления связана именно с этой гимназией, где эта тема, перевернутый класс, которую вы видите на своих экранах, распространена повсеместно. И я непосредственно занимаюсь изучением этой темы в рамках своего предмета. И хотела бы вам об этом рассказать, то, что я смогла изучить уже и что-то уже применить. Возможно, кто-то уже знаком с этой темой, потому что это сейчас достаточно популярное направление и применяется на многих уроках. Начиная с конца прошлого века, развитие КТ изменило жизнь общества и оказало влияние на образовательный процесс. Применение новых информационных технологий в школе – это не только новые технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения. Сочетание классно-урочной системы с использованием интернет-сервисов активно началось в США с середины 2000-х годов. В своей практике педагоги нового поколения все чаще убеждаются в том, что современные технологии и традиционная образовательная среда способны эффективно взаимодействовать, ставя с ног на голову даже такое незыблемое понятие, как школьный урок. Одним из первых, кто заговорил о технологии перевернутого обучения Flipped Learning или перевернутого класса Flipped Classroom, были учителя химии из Woodland Rock High School Джонатан Бергман и Аарон Самс. С 2008 года они записывали короткие видеоуроки для учеников, которые пропускали занятия из-за болезни. Всю широту возможностей информационных технологий в образовании продемонстрировали начинание американца Салмана Хана. Его некоммерческий проект Академия Хана оказывает существенное влияние на традиционную систему школьного образования в США. Возросший интерес к доступным и понятным учебным материалам положил начало образовательной технологии, которая в настоящее время используется за пределами США на занятиях по различным дисциплинам. Но по словам народного учителя Российской Федерации Латышева Юрия Ивановича, чьим коллегой я являюсь сейчас, идея перевернутого урока появилась еще в 90-е годы в Ульяновске. С 1989 года на тему перевернутого обучения и проектного метода в урочной практике он опубликовал несколько брошюр. И в 2019 году вышла книга на пути от традиционного урока к перевернутому уроку. Таким образом можно утверждать на основе публикации, что перевернутое обучение родилось в Ульяновске. Что же такое перевернутое обучение? Перевернутый урок – такая модель обучения, при которой учитель предлагает теоретический материал, разобрать дома самостоятельно, чтобы уже на уроке практически вместе с классом закрепить полученные знания. До урока учащиеся изучают дома видео или презентацию и выполняют какие-то небольшие задания, которые посильны любому учащемуся. То есть выписать конкретные имена, даты, что встречается в тексте, например, составить план, задать вопрос, решить какие-то примеры и так далее. Выполнение этих упражнений необходимо для того, чтобы ученик понял, насколько он хорошо усвоил тему и сможет ли применять полученные знания на уроке для решения заданий вместе со всем классом. Учащиеся могут изучать материал в удобном для себя темпе, что немаловажно, каждый учащийся может пересматривать ту часть материала, которая непонятна. На уроке же, после того, как ребята дома изучили материал, ученики совместно с учителем закрепляют изученный материал путем обсуждения, выполнения упражнений. То есть то, что обычно задается на дом, здесь выполняются все вместе под контролем, под надзором учителя, и уже не допускаются какие-то отклонения и угадывания, так я делаю или не так. Предварительная подготовка обучающихся позволяет учителю вовлекать ребят в процесс разбора новой темы уже на практических заданиях. И поэтому тем самым учащиеся становятся уже не пассивными слушателями лекций, как обычно происходит на традиционных уроках, а активными участниками процесса по разбору нового материала. При работе в режиме перевернутый класс возрастает доля ответственности самого обучающегося, стимулируется развитие его личностных характеристик, таких как активность, ответственность, инициативность и метапредметных навыков, самоорганизация, управление временными ресурсами. Таким образом, суть методики перевернутого обучения можно свести к трем основным пунктам. Это подготовка учителям в виртуальной какой-то образовательной среды, как раз это либо, например, сайт, либо презентация, которую пересылается ученикам. Организация учебного процесса, конечно, это большой труд, но он оправдан на самом деле. Здесь учитель определяет те компетенции по теме, которые он хочет развить, и определяет форму работы учащихся. Да, сейчас дойдем как раз до возраста. Вижу вопрос. И итоговый контроль, как мы проверим то, что учащиеся дома разобрали, что они на уроке отработали, как это все усвоилось. Конечно же, без контроля никуда. То есть это, безусловно, одна из главных составляющих. Как можно проверить. Ну и поскольку наш народный учитель уже немало времени этому посвятил, немало этого проработал, результат на самом деле показывает, что это очень эффективная технология. Ну вот я привела здесь один из примеров. Поскольку, говорю, второй год работаю здесь только, в этой школе, только в прошлом году я изучала это как теорию, сейчас я пытаюсь применить на практике. У нас была в девятом классе, вот в первой четверти, тема проблемы экологии. И вот как я попробовала организовать перевернутый урок с ребятами. Перед изучением темы проблемы экологии учащимся были, учащимся было представлено презентация с необходимой лексикой по теме. То есть я заранее это сделала, естественно, проработала сама. Также прилагался короткий документальный видеоролик, чтобы наглядно показать важность проблемы сегодня. Учащимся необходимо было составить свои примеры с изучаемыми словами. Вполне посильное задание. Заполнить пропуски в предложениях, найти синонимы, составить возможные словарные семьи. Ну, конечно же, поскольку учебник не отрабатывает и не дает словообразовательный минимум, то есть те суффиксы, префиксы, которые необходимо знать оканчивающим девятый класс ученикам, я самостоятельно ввожу с изучением новой лексики этот компонент. Поэтому каждый раз пытаюсь заставить, ну не заставить, а дать задание такое обязательно, чтобы у нас были словарные семьи отработаны. И на уроке после этого уже проходило активное обсуждение сначала видеоролика, затем тренировка слов, изученных дома, с переводом на русский язык, на английский язык, проверялась таким способом домашнее задание. Надо сказать, что, естественно, помимо того, что выбраны слова, выписаны в презентацию, естественно, прикреплен аудиофайл с правильным произношением. Я проводила, да, сразу по поводу этого класса, проводила я это в классе, который ровно пополам, там группа пополам сильно мотивированных и не особо сильно мотивированных, то есть у них прям ровно пополам делится эта группа. И те, конечно, кто мотивированный, они выполнили задание, поскольку они всегда ответственно подходят к этому, а в процессе уже непосредственно работы вторая половина группы у нас подключилась, то есть им выхода не было, они уже в такие условия поставлены, что им пришлось подключиться, хотя, по-первых, да, что это, а что мы делаем, а зачем мы это делаем, наверное, это в каждом уроке бывает. И я думаю, как бы, со стороны, глядя на эту всю систему, что это должно быть регулярно и систематически, если ты взялся, то это до конца, поскольку у них учителя до меня менялись достаточно часто. Мне было, во-первых, сложно в прошлом году с ними начать работу, поскольку они говорили, а мы до вас не учили английский язык, зачем вы пришли нас учить? Вот такого начиналось, вот, а тут еще какая-то новая система, то есть не сразу воспринимать это все серьезно, а мне интересно и хочется на практике это попробовать. Поэтому эффективность была, но это был экспериментальный момент. И хотелось бы, конечно, остановиться на преимуществах и недостатках. Вот на слайде вы сейчас увидите те преимущества, которые выделила я, пока изучала эту тему, эту технологию. И непосредственно для меня, как для учителя иностранных языков, важным оказалось то, что можно просматривать и изучать неоднократно материал. То есть это остается с учеником, он в любой момент может повторить это. И то, что больше времени тратится на практическую работу, то есть в классе мы должны уже отрабатывать полученные дома навыки, знания. Ну и также таким способом добивается, добивается, наверное, смысленность у учеников, то, что им необходимо самим разбираться с материалом. И вот отсюда как раз я и хочу сказать, что это необходимо с самого начала школьной жизни, наверное, воспитывать, к этому приводить, если у нас школа является стажировочной площадкой перевернутого урока, чтобы все учителя к этому подключались. Ну и как вы видите здесь, на ответ на вопрос, что это возможность с 1 по 11 класс, это одно из преимуществ перевернутого урока. Пока я изучала тему, я встречала множество статей и конспектов уроков по всем предметам, наверное, мне попались, включая начальные классы, как реализовать перевернутый урок в любом классе. То есть к этому просто подойти надо ответственность, и просто попробовать хотя бы один раз. Да, может быть, правильно сказали, подметили, что технологии для гимназии и лицеев, не могу не согласиться с этим, поскольку тот же самый Юрий Иванович Латышев настоял на том, что перевернутый урок будет иметь место только там, где будет модульная система. У нас модульная система уроков, у нас полтора часа идет урок. То есть если бы было 45 минут, я не знаю, честно говоря, может быть, только отдельные упражнения какие-то могли бы выглядеть как перевернутый урок. Например, та же работа с лексикой или текст, как иногда дома задаем, а на уроке отрабатываем. У нас модульная система именно в рамках этой технологии. Ну и к недостаткам, конечно же, перевернутого урока. У каждой технологии, у каждого приема, у метода есть свои плюсы и минусы. И недостатки я тоже выделила для себя непосредственно, и тоже ровно три для меня выделены главные недостатки. Поэтому технология стоит на грани. С использованием ровно столько же не использовать эту технологию, то есть за и против пополам. Главный минус для меня это то, что учителю необходимо тратить очень много времени на подготовку. То есть необходимо проработать все, как будут учащиеся разного уровня выполнять эти задания. Будет ли интересно сильным учащимся выполнять то, что кое-как смогут сделать учащиеся со слабыми знаниями, слабой мотивацией. Это достаточно сложная работа. Также, конечно же, ученик, каждый должен быть мотивирован для того, чтобы получить информацию самостоятельно. И потому что здесь изменяется цель. То есть не просто получить информацию необходимо для того, чтобы получить оценку, а для того, чтобы получить знания, которые можно будет применить на следующем уроке. То есть здесь уже проверяется именно получение знаний. И, конечно же, правильно было подмечено, что не каждый ученик будет выполнять домашние задания. И это я тоже критически мыслила и думала, продумывала, когда я буду использовать это, что наверняка не все выполнят. Поэтому эти минусы накладываются на плюсы. И в один день у меня побеждают минусы. И я говорю, нет, я не буду с этим уроком работать. А в другой день просыпаюсь и побеждают плюсы. Думаю, а почему бы и нет? Давайте-ка попробуем. Тема интересная. Почему бы и нет? Можно и попробовать. И этим я хочу завершить свое выступление. Подводя итог, хочется сказать, что правильное и регулярное применение технологии перевернутый урок не заставит долго ждать результативности усвоенных знаний и продемонстрирует эффективность их использования. И следует подчеркнуть, что применение данной модели позволяет учителю организовать обучение в соответствии с современными требованиями в ГОС, совершенствовать навыки применения ИКТ и инновации в области преподавания предмета, повышать собственный уровень научно-методической подготовки. На этом у меня все. Спасибо за внимание, за вопросы. Обращайтесь. Всего хорошего. Всем удачи. Продолжение следует... Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня слышно? Прекрасно. Тогда я начну свое выступление, так как мы уже немного выбиваемся из графика. Меня зовут Гарина Наталья Николаевна. Я преподаватель в Старопольском президентском кадетском училище. И тема моего сегодняшнего выступления ИКТ как средство контроля в деятельности преподавателя английского языка. Система контроля – это, естественно, такая неотъемлемая часть нашего учебного процесса. И в последнее время стала очень популярна именно тестовая форма. Естественно, тестовая форма имеет ряд недостатков. Имеет ряд недостатков, такие как, например, погрешность вследствие методики угадывания. И препятствует развитию таких навыков, как устная речь и письменная речь. Но, тем не менее, есть большое количество плюсов. Это объективность оценивания. И, естественно, это экономия времени. Для еще большей экономии времени мы можем воспользоваться ИКТ-средством. Сегодня я подготовила презентацию по двум приложениям, которые позволяют проверять работы воспитанников. И первое приложение, приложение, это будет... Сейчас секунду с презентацией разберусь. Это будет приложение ZBride. Приложение достаточно простое. В интернете вы распечатываете бланки ответов, которые будут заполнять ваши ученики. Бланки рассчитаны на 20 вопросов, 50 вопросов и 100 вопросов, в зависимости от того, какую форму теста вы хотите провести. Далее вы скачиваете эту программу на свой телефон и в программу вводите только варианты ответов. Что вам нужно сделать? На телефоне, вот на первой картинке вы видите, у вас появляется основное меню «Квизис», «Челленс», «Классис» и так далее. Вы нажимаете на клавишу «Квизис», у вас открывается, ну вот у меня уже список тех тестов, которые у меня были подготовлены для проверки, нажимаете на кнопку «Нью Квиз» и у вас появляется вот такое окошко, как на третьей картинке. Здесь мы нажимаем, у вас будет несколько кнопок, вот в данном случае нам важны «Edit Key» и «Scan Papers». Вы можете либо просканировать бланк ответов с правильными ответами, либо ввести правильные ответы в имеющуюся форму. В данном случае, вот в этом приложении, вам не нужно создавать тест на компьютере или в телефоне. Вы создаете тест при обычной форме на листочках, на бланках ответов и раздаете им отдельно тест и отдельно в бланке ответов для этого теста. Далее вы на своем телефоне отмечаете правильные варианты ответов на каждый вопрос. И когда студент справляется с тестом, вы просто сканируете... Сейчас я еще вернусь назад. Вы просто сканируете его ответы и у вас сразу выдаются, на сколько вопросов он ответил правильно и на какой процент он выполнил данный тест. Посмотрите, вот на второй картинке вы видите, как выглядит данный анализ теста по кадетам, да, то есть я могу посмотреть фамилию и на сколько процентов он выполнил данный тест верно. Если мне нужна более подробная информация, я хочу посмотреть именно, какие он допустил ошибки, я нажимаю на конкретного кадета и у меня открывается вот такая форма, как на третьей картинке. Здесь зеленым отмечено, какие ответы были правильными, красным, какой ответ был неправильным и желтым выделяется тот ответ, который здесь должен быть. Очень удобно снимается такая проблема, как вы придираетесь или вы там неправильно оцениваете наши тесты. Снимается также проблема, как человеческий факт, потому что иногда, когда мы проверяем достаточно много работ, все-таки можем сами сделать какие-то ошибки. Здесь ошибка исключена, кадеты конкретно видят, сколько у них правильных ответов, какую оценку они могут получить здесь и могут сразу же посмотреть, в каких ответах они допустили ошибки. Буквально за несколько секунд сканируется бланк ответов и выдаются результаты. Следующее приложение – это Plickers. Plickers – достаточно распространенное приложение, многие им пользуются. Единственное, недостаток, который я выявила, у них постоянно меняется интерфейс. Бывает такое, что подготовил накануне тест, на следующий день приходишь, включаешь, интерфейс полностью поменялся, достаточно сложный вот в этом плане. Но программа удобна тем, что вашим воспитанникам не нужны никакие дополнительные девайсы для того, чтобы проходить тестирование. У нас это достаточно актуально в нашем заведении, потому что если в обычной школе ученики еще могут иметь телефон и можно воспользоваться какими-то другими приложениями, которые позволяют проходить тестирование, то у нас уходят нет такой возможности, а ноутбуки использовать на каждом уроке достаточно проблематично. Поэтому я пользуюсь вот этой формой Plickers, она позволяет очень быстро провести какую-либо форму контроля в классе, и она больше направлена именно на фронтальный контроль, когда все знают, что они задействованы и работают вместе со мной. Здесь нужно сначала создать на сайте Plickers, вот вы видите на экране, личный кабинет. Дальше распечатываете карточки. Вот видите, я вам отметила Get Plickers Cards. Карточки есть нескольких размеров, и они есть на группу от 10 до 20 человек. Карточки у всех будут индивидуальны. Карточки у всех индивидуальны, как вы видите, вот эти штрих-коды. У них есть 4 стороны, на каждой стороне есть буковки ABCD, это варианты ответов. И когда ученик готов ответить уже на вопрос, он поднимает карточку так, чтобы правильный вариант ответа был у него наверху. Снимается такая проблема, как списывание, потому что они не могут настолько быстро сориентироваться. Буквы достаточно мелкие, видны только тому, кто пользуется, собственно, этой карточкой. Увидеть, какие конкретно показывают ответы соседи, достаточно сложно. Итак, вы создаете на сайте flikers.com свой класс. Каждый класс вы именуете, забиваете туда всех своих учащихся, так что каждый ученик получает именно свой номер. Это очень важно, когда вы раздаете карточки, потому что программа будет считывать именно пофамильно каждого воспитанника и показывать, сколько именно у него правильных вариантов ответа. Если они поменяются карточками, естественно, будут смазаны уже все результаты. Создаете свой класс. Вот видите, я уже вела. Дальше забиваете фамилию, имя каждого учащегося. Я делаю это по алфавиту. И, соответственно, точно так же распределяю их по номерам. И выдаю им карточки. Дальше в библиотеке вы создаете папку с тестом. И также там хранятся все уже ваши тесты, которые вы сделали до этого. И при помощи кнопки New Question создаете вопросы. Достаточно простой интерфейс. Здесь вводите вопрос. Есть возможность добавить картинку. Четыре варианта ответа. Если вам нужно меньше вариантов ответа, нажав на крестик, вы можете убрать один вариант ответа или два варианта ответа. После того, как вы ввели варианты ответа, вы нажимаете правильный вариант ответа. Он у вас излечивается зеленым. Вот здесь очень важно. Посмотрите, в левой части презентации есть кнопочка Add to Queer. Добавить в очередь. Вы, когда создаете тест, у вас может быть в нем 20-40 вопросов. Ну, например, в одном классе я хочу сделать 20 вопросов для этих кадетов, а другой класс у меня посильнее, для них будет 40 вопросов. Мы за то же время успеем 40 вопросов. Вот те вопросы, которые вы добавляете в очередь в каждый класс, они только и будут высвечиваться. Они все вопросы из вашего теста будут высвечиваться для каждого конкретного теста. Очень удобно, кстати, потому что можно дифференцировать задания по уровню сложности для разных классов. Далее вы скачиваете, после того, как вы сделали уже тест в своем личном кабинете на сайте Plickers.com, вы скачиваете на телефон или на планшет также программу приложения Plickers. Вот у вас будет выглядеть следующим образом. Это скриншот из телефона. Классы. Сначала вы выбираете класс, с которым будете работать. После того, как вы выбрали класс, нажав на него, у вас появляется список тех вопросов, которые вы добавили в очередь именно для этого класса. Вопросы перемешиваются. Они абсолютно в рандомном порядке выдаются в каждом классе, но, тем не менее, вы можете даже выбирать. Вы видите список этих вопросов, и, нажав на вопрос, он появляется у вас на экране. Если у вас несколько тестов запланировано, и вы один тест и второй тест добавили в очередь к какому-либо классу, то все вопросы перемешаются. Если вам нужно выйти именно на какой-то конкретный тест, вы можете вот внизу, видите, у меня на третьей картинке выделена папка Library, возвращаетесь в Library, и тогда уже можете выбрать конкретный тест из папки. После того, как вы выбрали какой-либо вариант ответа, у вас появляется на экране телефона, собственно, этот вопрос с вариантами ответа и кнопка «Как для того, чтобы сделать фотографию». Вы наводите, вы видите, на второй картинке, это вот как я вижу свой класс. После того, как они начали отвечать, они поднимают карточки, и карточка каждого ученика считывается. На экране, вот если вы видите на третьей картинке, за мной, я вижу сразу, кто из учеников ответил, а кто еще не ответил. А все, кто ответил, они высвечиваются синим, и ученики сами могут контролировать, кто из них еще не ответил, и постараться отвечать быстрее. После того, как они уже ответили, на экран можно вывести правильный ответ, и показать, как ответили на этот вопрос в данном классе, сколько процентов ответили верно, сколько неверно, разобрать сразу можно типичные ошибки. Вот эта функция, кстати, очень полезна, потому что, когда разбираешь тест уже после того, как они его написали, у них забываются варианты ответов, они не могут уже аргументированно объяснить, почему они выбрали этот вариант ответа. Здесь же мы можем сразу обсудить, какие были ошибки, и в дальнейшем они уже этих ошибок будут избегать. После того, как вы прошли тест, вы можете посмотреть более подробный отчет по каждому классу и по каждому кадету в отдельности. Здесь видно, на сколько процентов кадет справился, каждый кадет справился с данным тестом, какие он допустил ошибки, а также еще по вопросам можно посмотреть, какие вопросы вызвали наибольшее затруднение в данном классе, и это позволяет скорректировать учебный план и остановиться более подробно на конкретно вот этой теме. У меня все, не буду вас задерживать. Если есть какие-то вопросы ко мне, я готова ответить на них в чате. Карточки вы распечатываете на сайте, они стандартные. Можете распечатать один раз, держать у себя в кабинете и раздавать только, когда идет у вас, собственно, работа. Все, спасибо большое, до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И языкового сознания, в разных налогах, Деолия и методика, обчиняя наслания, И языкам показывает, что зачастую понятия, Верные в одном языке, не имеют наименований Другого, не имеют другого, содержащих не смешно, Устачья, рассматривающихся, амцент белоса, Усаснанные представители разные улитвы, Русская и гитарская, отсутствует наличие, Разного лода, канадации в концертах, Шитов и удается, по-наргене, нас, сиатилна, нас, насти, Исследование, ввесывается, в русла, Денгова кулитва логика, изучающие специфику языковых сознаний, Представители разных улитвы, Си отработали общее улитвы, Апишач сады лоразил, сады ланя, Кансанта белоса, Увура забыльки и дашь кам Dance, изега волшебной. Основным методом, ясношения веками, не считаю, а заслуживаю, как эксперимент. Счастье и течения, значения на Санта Белоза, в русском и китайском языке, ясношения веками в русском и китайском языке. Для исследования Белоза Белоза, веками, не считаю. Группы, когда 60 человек в возрасте от 18 до 20 лет. Одна группа уставала всех студентов, неуверяющих китайским языком. Ударая группа китайских студентов, изучающих русских язык. По программе «Алимик Дарнового Лауня» у всех информатам «Ли Лава-Лоси» выполнить следующее задание. Напишите ассоциации, связанные со словом «Келёза», результате опроса. Уставала всех студентов, и студентов из Нитая Привиджинной Утабрисы. Национальная канада живная, особенно семантики танцерта. «Белёза» закрылся леса в уночили. Для нас, китайские студенты, и у стандартной группы, китайские студенты, ассоциации, и студентов из них теперь. Сатуринская сантащита. «Белёза»... «Белёза»... Эквивалентарная доза, кроме аксела, без ческого значения дерева, не убирает такового, а шоу нового глазного. Эквивалентарная доза, кроме аксела, без ческого значения дерева, не убирает такового, а шоу нового глазного. В России отсюда ассоциации, связанные с домом, теплом, зеленым, ланым, краем, парушкой, со стихотворением, весенним на березах. Годовые изучают в начальной школе образ березы. Есть у бойцы розы в русном налогном ковариществе русского народа. Береза – это дерево. Оно из множества разновиделых дерев, так как на территории Китая. Береза – это дерево. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Actually, I have checked things before, and still there are some problems. And as I always say, technologies fail and people don't. You can also write in the commentary section if you agree. So I'm really happy to be here with you tonight. My name is Olga Fodorovna-Nastral Nikova, and I teach English at NGIMO University. So the topic of my presentation today is some ways to make your English classes more meaningful and fascinating. Being a teacher, I understand that classroom environment can be stressful for students. Do you agree? And a simple task like practicing fillers and hedges can be quite nerve-wracking. Yes, can you hear me? Besides, my students write sub-reports. That is, they describe some data and the results gained through opinion polls, and they may not always relate to this assignment. And of course, all university students write essays, which can also be somewhat challenging. You might also want to make your classes more meaningful and your students more motivated. To reach these objectives, I suggest creating a natural learning environment for some tasks in the classroom for some assignments to be done successfully. Number two, providing real-life examples. And this approach lets your students learn more easily, because they feel that what they learn is easy to relate to. Yes, stressful for teachers to read, all right? And number three, including information about popular films, series, etc. into classroom activities. This way, you make some tasks more meaningful for the student, by letting them experience things through what they already know and love. So, if you would like to make some tasks more meaningful for your students, when practicing fillers and hedges, create a natural interview situation. And if you teach your students fillers and hedges, you can also write some examples in the commentary section. When explaining the meaning of survey reports, you can discuss the work of a business. And when revising the structure of an essay, when writing essays, write down the structure of an essay based on a popular film or a series. Well, I can explain fillers and hedges. So, fillers are used to actually prevent pauses. So, you will say, hmm, or I mean, you know, and we actually use them a lot. And if we speak about hedges, these are some phrases which are supposed to make your statement not so categorical. And it probably is used most often to prevent hurting other people's feelings. So, this will be, like, the examples of some hedges will be, generally speaking, if I may say so, correct me if I'm wrong, or something else. Let me explain this in detail. So, you can make some tasks more meaningful for your students using prompts. Here you have some examples. The first one, this is an interview situation. So, if you practice fillers and hedges with your students, you can create a natural interview situation by putting your students on the spot, where your students do not assume your roles, but rather speak about their previous experiences. So, you might ask your students something about their previous tests and exams and give them this prompt cards with fillers and hedges so that they should include this in their speech. And, of course, if they find themselves in this interview situation, they will be using fillers and hedges to play for time and not to sound categorical. The second example, what can you see here? What business is this? You can write this in the commentary section. So, this is basically... I'm sorry about the sound. Actually, this is the best I can have. Sorry. So, when your students write survey reports, you can discuss the work of a business with them. So, one of the ways to let your students really understand what they need this for is discussing the work of a university team, for example, or the work of a coffee shop that the students go to for coffee and sandwiches. When thinking of this as a business, we realize that the coffee shop needs precise data about the university students' preferences concerning different types of coffee they usually drink. So, this will be espresso or cappuccino or latte. And my colleagues have been speaking about getting a cup of coffee. So, you can also probably write something about your coffee preferences. Yes, they develop speaking abilities. Exactly. And these are some of the assignments that we do at my university. So, and writing assignments as well because the second picture is connected with server reports. And this is a written account of some research and data gains report. And so, if we discuss coffee shop business with our students, they understand that the coffee shop needs to buy supplies based on the data acquired through research. So, for example, some university students would prefer cappuccino and others latte, etc. But you can understand perfectly well that latte consists mostly of like coffee, of course, but the milk that you add to latte is like you need more milk for latte than for cappuccino. And so, based on this data, the coffee shop needs to buy supplies. And if not calculated properly, these statistics might result in significant losses for the coffee shop because of either insufficient supply of milk, coffee beans, etc., or buying a huge amount of the ingredients the coffee shop does not need. Thus, the students conclude from this discussion that some preliminary research about the students' coffee preferences has to be conducted. The data should be analyzed and used to boost the coffee shop's profits and prevent possible loss. And if we look at picture three, can you see this? And who is this? And what series does this character come from? So, you can also write this in the commentary section. If you know this, maybe you have watched this. Yes, exactly. Jon Snow, yes. And the series is called... Okay, I'm waiting for your answers. Maybe we will have some winners today. Game of Thrones, exactly. Right. So, when your students are getting ready to write an essay, you can revise the structure of an essay by writing down the structure of an essay based on a popular film or a series. For instance, last spring and summer, almost everyone was watching Game of Thrones. Maybe you shouldn't, right? I wouldn't recommend Game of Thrones for all audiences. Probably there is too much violence in the series. But I know that it has been hugely popular. So, if your students have watched it, you can discuss the series and use some plot lines, probably, for writing the structure of an essay. And this is great because your students really get involved because they are emotionally involved in what you are discussing. So, you can discuss this series, Game of Thrones, or anything else, another one, even if not all your students have watched it. But you can just keep it general. Why do we love watching this series? It is fascinating. It has a great plot. The actors are perfect. And so on. Even... Yeah. So, someone is enjoying, like, I guess... Thank you. Okay. So, if we discuss a series, we can just keep it general and discuss a great plot, the actors, acting. And so, all your students, even those who haven't watched the series, can make some guesses and love the game. And meanwhile, your class will revise the rules of writing an essay, which I always do before writing any essay in class. So, to summarize, this approach lets your students learn more easily because they feel that what they learn is easy to relate to. Thus, you can make some assignments more meaningful for your students and relate the both of them by creating a natural learning environment, like the interview situation, providing a few real-life examples, like the work of a coffee shop at the university, or incorporating information about popular film series, etc., into classroom activities. Here is a list of sources I have used, and thank you for your attention. Okay, yes, opinion essay, and I will just have to say that in the article that will be published after this conference, you will find the structure of an opinion essay that we write. And actually, I have to say that the structure of an opinion essay we write at my university is really different from what pupils write at schools for UG. Yes, but you can find this in the sources I have used. So, actually, we do have this different structure of the essay. So, you can find this in the article published. And so, if you haven't listened to me and you are interested in the topic, you can also read this in the article. So, okay. Thank you very much. Thank you so much. I was so happy to join you today. Thank you very much. Thank you. 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 Tell me. Do you hear us? Do you hear us? Oh, thanks. Отлично, начинаем наше выступление. Уважаемые коллеги, вашему вниманию предлагается доклад на тему интенсификации урока английского языка как эффективный способ повышения качества знаний обучающихся при подготовке к итоговой аттестации. Подготовка обучающихся к итоговой аттестации по английскому языку является важной задачей для преподавателей довузовских учреждений. До сегодняшнего дня английский язык не входил в список обязательных экзаменов. И сдавать экзамен по данной дисциплине решали в основном мотивированные воспитанники, которые связывают свою будущую профессию с изучением иностранного языка. Но это в какой-то мере облегчало задачи преподавателей. Но уже с 2022 года, вероятнее всего, экзамен по английскому языку станет обязательным для всех обучающихся. И теперь перед преподавателем стоит еще более серьезная задача именно подготовить абсолютно всех обучающихся к итоговой аттестации. К сожалению, далеко не все воспитанники успешно изучают английский язык. Это происходит по некоторым причинам, но одна из этих причин является недостаточная крупность урока. Мы предлагаем рассмотреть интенсификацию урока английского языка как эффективное средство подготовки воспитанников к выпускным экзаменам на примере специально разработанного детектического материала ИИКТ. В современной школе чрезвычайно важным инструментом преподавателя на уроке является интерактивная презентация. Использование на уроке грамотно составленной презентации существенно облегчает работу преподавателя. Ну, во-первых, благодаря иллюстративности предложенного материала и разнообразной формы изучения презентация помогает решать одну из важных и серьезных задач современной школы, а именно мотивации обучающихся. А во-вторых, презентация – это план урока преподавателя. Если у вас есть подготовленная презентация на урок, вам не нужно беспокоиться о том, что вы забудете о каком-то фрагменте урока, этапе урока, всегда можно к нему вернуться. Более того, при возникновении трудностей в воспитанниках можете перейти и еще раз выполнить необходимое задание, если у них возникли трудности при его выполнении. В данном уступлении мы хотели бы рассмотреть интенсификацию современного урока как важнейшую составляющую подготовки к итоговой тестации и хотели бы уделить внимание трем составляющим, а именно лексике, грамотике и аудирование. Спрашивает нас коллеги, откуда такая уверенность, что экзамен по английскому языку станет обязательным в 2022 году? Эту информацию мы получили из новостных источников в агентство Reuters, так и сообщать, если вы въете в Google данный вопрос, будет обязательным. Министр образования утверждает, что будет. Что касается лексики. Обладение лексическими единицами представляет собой один из наиболее сложных аспектов изучения иностранного языка. Необходимо отметить, что изучение лексики является основополагающим элементом освоения иностранного языка. При встрече с носителем английского языка, при просмотре фильма без субтитров, при прослушивании любой английской песни, при чтении текста или при написании письма другу, обучающиеся должны владеть определенным словарным запасом для осуществления коммуникации. Успешное владение лексическим материалом способствует развитию других навыков чтения, аудирования, говорения, письма. Говоря о важности словарного запаса, лингвист Дэвид Уилкинс утверждал, что без знания грамматики мало что можно сказать, но без слов не скажешь ничего. Да, и согласно исследованиям ученых, примерно 65% информации человек воспринимает визуально. Именно поэтому мы предлагаем вводить новые лексические единицы при помощи визуального словаря. Пикченами. И благодаря визуальному восприятию новых лексических единиц, обучающие осваивают новый лексический материал гораздо быстрее и эффективнее. Визуальный словарь представляет собой презентацию, которая состоит из слайдов с яркими картинками или фотографиями, демонстрирующими новые лексические единицы, что способствует запоминанию слов. Кроме того, к словарю прилагается раздаточный материал с комплексом упражнений на отработку лексических единиц, состоящий из трех заданий. Сопоставление слова с определением на английском языке, заполнение пропусков предложений, подходящим по смыслу словам, и перевод предложений с русского на английский язык. Отработка лексических единиц подобным образом упрощает работу с текстом модуля. Обучающийся без труда понимает основное содержание текста и с легкостью выполняет задания текста. В качестве дальнейшей отработки активной лексики модуля каждому уроку разработан комплекс упражнений Revision, где предоставлены упражнения разного формата. То есть, например, как состав слова из двух, подбери синонимы, антонимы, переведи слова, слова, читания и предложения с русского языка на английский. Ответы на упражнения мы также готовы в формате PowerCon для последующей самой взаимопроверки. Стоит отметить, что лексические единицы требуют регулярной активизации на протяжении учебного года. И для этой цели уместно применять метод интервального повторения. Мы разработали комплекс упражнений под названием I Love Vocabulary, где представлены различные упражнения для активизации изученной лексики. Такие как перевод русского на английский, подбери синонимы или антонимы к слову, вставь пропущенное слово или словосочетание, создать предложение из предложенных слов, создать слово из двух, кроссворд и так далее. Данная разработка позволяет нахимопцам активизировать пройденный лексический материал в предыдущих модулях всего за 5 минут. Все представленные разработки и приемы существенно улучшают освоение лексического материала и позволяют активизировать его на протяжении всего учебного года. А в дополнение к раздаточному детектическому материалу мы также разработали интересные интерактивные лексические задания, такие как словарное домино, что исчезло и пароль. Например, игра словарное домино. Что собой представляет? Набор карточек, каждая из которых разделена на две части. Слово изображение или, например, слово и перевод. Обучающийся находит карточку со словом старт и первым изображением или переводом, как в данном случае. Цель игры состоит в том, чтобы составить цепочку по принципу домино. Правильно сопоставить изображение с их значением на следующей карточке. Побеждает команда, которая первой законит цепочку. Являются ли данные задания авторские в кадетском корпусе? Ну, можно сказать, да. Наверное. Да, мы сами разрабатываем данные материалы к каждому уроку английского языка. Еще одна увлекательная игра называется «Что исчезло». На доске представлены картинки по изучаемой теме, и учитель дает воспитанникам минуту на запоминание расположения картинок и повторение слов. Затем удаляет одну из картинок с доски и просит обучающихся сказать, что исчезло. Затем картинка появляется на доске, а другая исчезает. Игра продолжается до тех пор, пока подобным образом не будет названа каждая из картинок. Еще одну игру хотим представить вашему вниманию. Переключите слайд, пожалуйста. Она называется «Пароль». Это вот домино, вот пароль. В игре «Пароль» обучающиеся должны угадать слово, прочитав его определение на английском языке. Да, вопрос там был, по-моему, кто автор учебников. Значит, мы занимаемся по спотлайту, ну а все вот эти дополнительные пособия мы разрабатываем вдвоем, да, собственно. Так, двигаемся дальше. Дальше. Грамматика – это еще один важный элемент на пути к овладению и совершенствованию четырех ключевых навыков. Да, освоение грамматической темы следует проводить в несколько этапов. Первое, с чем мы начинаем, это введение грамматического материала. На данном этапе целесообразно используют схемы, таблицы, примеры употребления данной грамматической структуры в ключевых ситуациях. Использование раздаточного материала во время введения новых грамматических правил существенно облегчает процесс объяснения. Например, использована разработанная нами подробная таблица времен с указанием случаев употребления сигнальных слов, помогает обучающимся быстрее разобраться и освоить изучаемый материал. Подработка изученной грамматической темы в упражнениях в режиме контекста. В данном случае, кроме создания собственных разработок, мы также используем материалы с сайтов islcollective.com, eslprintables.com, visitteachers.org, а также englishworksheets.com, где вы можете загрузить свои собственные разработки, а также качать креативные разработки учителей савского мира. Необходимо также отметить, что эффективное изучение любого грамматического материала, как и ликтического, требует регулярного повторения. И для решения данной задачи нами разработан раздаточный материал по примеру ликтического I Love Grammar. Позволяет повторить ранее изученный грамматический материал буквально за 5 минут в начале урока. И более того, содержит некоторые задания формата ОК и ОГЭ, и заранее мы уже знакомим и готовим ребят к данному. Нельзя забывать и об аудировании. Несмотря на то, что аудирование является неотъемлемой частью коммуникации, часть преподавателей уделяет недостаточно вниманию развитию и отработке данного навыка. Коммуникация не может быть осуществлена без умения понимать услышанное. Для развития навыков аудирования и осуществления коммуникации на иностранном языке, а также успешного выполнения экзаменационных заданий на уроках английского языка, следует уделять должное внимание данному аспекту. Чтобы работа над этим навыком приносила результат, в том числе и на экзамене, задания по аудированию следует выполнять на каждом уроке. К сожалению, в большинстве УМК недостаточно упражнений для отработки данного навыка. Для решения данной проблемы стоит прибегнуть как к интернет-ресурсам, таким как listenaminute.com, breakingnewsenglish.com, pp.ru, а также электронным версиям некоторых британских пособий, таких как Enterprise, ClickOn, Headway, Upstream и SpeakOut. Да, но следует помнить, что при подборе и подготовке материала вам нужно учитывать уровень подготовки обучающихся в соответствии от подобранного материала с изучаемыми лексическими единицами и грамматическими структурами. Задания по аудированию мы предлагаем ребятам в различных форматах, как дезинфицированных, так и развлекательных. Опыт нашей работы показал, что интенсификация урока посредством применения ИКТ-технологий и предложенного дидактического материала помогает добиваться повышения как уровня мотивации, так и качества знаний обучающихся, которые впоследствии получают достойный балл при прохождении итоговой аттестации. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Добрый вечер. Меня слышно? Я надеюсь, что слышно. Моё выступление будет очень коротким. Я хочу сказать о комплексной оценке степени сформированности коммуникативной компетенции при обучении английскому языку. Понятие коммуникативная компетенция является областью коммуникативной деятельности, в которой все компоненты лингвистические, социолингвистические, прагматические могут быть измерены и оценены. Основными принципами европейской системы оценивания качества знаний иностранного языка являются принципы объективности, валидности и измеримости. Общая европейская система оценки языковой компетенции предоставляет практический инструмент для установления четких стандартов, которые должны быть достигнуты на последовательных этапах обучения, и для оценки результатов сопоставимым на международном уровне образом. обеспечивают основу для взаимного признания языковой квалификации, способствуя тем самым образовательной и профессиональной мобильности. Указанные принципы должны лежать в основе системы оценивания в учебно-методических комплексах, пособиях как для учителей, так и для обучающихся, а также в основе контрольно-измерительных материалов, предлагаемых для итоговой аттестации. К сожалению, последние условия не слишком часто соблюдаются, как показывает опыт. Процесс оценки степени сформированности коммуникативной компетенции при обучении английскому языку должен быть спроектирован таким образом, чтобы помочь преподавателю определить уровень усвоения учебного материала обучающимися. Для этого необходимо, чтобы оценивание было сфокусированным на совершенствовании процесса усвоения знаний обучающимися, направляемым преподавателем, так как в зависимости от выстроенного индивидуального образовательного маршрута преподаватель должен решать, как и что оценивать и как использовать полученную в ходе оценивания информацию. Объективным и прозрачным, поскольку, зная критерии оценивания, обучающиеся повышают качество знаний и совершенствуют навыки самооценки, а преподаватель получает инструменты для анализа своей деятельности. Формирующим, поскольку цель оценивания заключается в повышении качества обучения, а не в предоставлении доказательств отметки, выставленной учителем. Формирующее оценивание предоставляет информацию о полноте и качестве усвоенных знаний. Контекстно ориентированным. Выбранная методика оценивания должна соотноситься с изучаемой темой и индивидуальными особенностями конкретной группы обучающихся. Быть системным процессом. Интеграция контроля в учебную деятельность на каждом уроке создает эффективный коммуникационный цикл между преподавателем и обучающимся, что позволяет своевременно внести необходимые корректировки в процесс обучения до значимых контрольных срезов. Система оценивания должна носить комплексный характер и при определении показателей результата учебной деятельности учитывать не только знания, умения и навыки, но и готовность обучающихся к их использованию и применению. Это подразумевает оценивание степени развития различных видов мышления и системы интеллектуальных стратегий. Приведем несколько примеров оценки, ну буквально пару примеров приемов оценки интеллектуальных, сформированности интеллектуальных навыков. Вот в качестве примера преподаватель, матрица определения характеристик. Преподаватель предлагает заполнить таблицу, характеризуя объект по некоторым признакам. Прием дает возможность оперативно выяснить область затруднения обучающихся и учесть ее при планировании урока. Если заранее подготовить такого рода задания, то существенно экономит время проверки и помогает определить уровень сформированности аналитических навыков. И еще один пример, буквально достаточно, наверное, и двух, наиболее яркие резюме из одного предложения. Преподаватель предлагает обучающимся ответить на вопросы по данному тексту или просмотренному видеофрагменту или теме, а затем попытаться объединить ответы в одном предложении, отражающем общее содержание. Таким образом, обучающиеся тренируют навыки синтеза информации и преподаватель получает представление о степени сформированности этих навыков. «Комплексный» — это хорошее упражнение, которое, в общем-то, достаточно ярко может продемонстрировать степень сформированности навыков синтеза и творческого мышления. Таким образом, я, наверное, и закончу. «Комплексный подход» позволяет оценить не только уровень усвоения знаний, но и уровень сформированности способов действий, то есть способность действовать в ситуации, где необходимо умение критического мышления и аналитических навыков. Для объективной оценки результатов обучения необходимо проанализировать каждый вид учебного задания с точки зрения тех интеллектуальных навыков, которые он формирует, и при подготовке к уроку подбирать их сбалансированное сочетание. Спасибо за внимание. Продолжение следует... 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 Немецкий язык – один из самых распространенных языков в Европе, а для 100 миллионов человек он является родным. На немецком говорят не только в немецкоязычных странах, он играет важную роль в Центральной и Восточной Европе, а также на других континентах можно встретить его носителей. Например, в США, Канаде, Бразилии, Австралии. Так, секундочку. При этом литературный немецкий язык Hochdeutsch, представляющий собой языковую норму и общепринятый образец, не является единственной формой его существования. В каждой из немецкоговорящих стран существует собственный вариант немецкого языка и множество диалектов, характерных для разных регионов. Как отмечает профессор Айхингер, директор Института немецкого языка и заведующий кафедрой германистики в университете города Манхайма, немецкий язык обладает плюралистической культурой, и его развитие не определяется указаниями из одного центра. В результате неимоверного числа контактов этот язык многое заимствовал из европейской культуры. Существуют даже словари вариантов немецкого языка, в которых описывается, что именно является немецким литературным языком в Австрии, Швейцарии и Германии. Художественная литература может предоставить немало интересных образцов такой вариативности немецкого языка и служить наглядной иллюстрацией взаимодействия литературного языка, вариантов немецкого языка и диалектов. При обучении немецкому языку, как и другим иностранным языкам, учителя и преподаватели периодически обращаются к литературным текстам, а исследователи, в свою очередь, интересуют вопрос о роли художественных текстов в процессе обучения иностранным языкам, систематизации их выбора. Учебники и учебно-методические пособия не обходятся без использования текстов различных жанров. Естественным образом сложилась ситуация, когда при обучении специалистов-филологов обращение к текстам художественной литературы на языке оригинала является обязательным. Также с этими студентами обсуждается проблема вариативности немецкого языка, в той или иной степени рассматривается тема диалектов. При обучении студентов неязыковых специальностей этот аспект обычно не акцентируется в связи с определенной сложностью материала. Приводится лишь страноведческая информация и некоторые примеры. Также в процессе их обучения превалируют публицистические и научно-популярные тексты, а произведения художественной литературы остаются, как правило, за рамками программ. Однако знакомство с ними на языке оригинала может позволить обучающимся приобщиться к особой культурной языковой парадигме страны изучаемого языка, эмоционально дополнить ее восприятие, сопоставить собственными культурными кодами и, кроме того, предоставить возможность рецепции нравственных установок авторов, являющихся частью этой культуры. Мы хотели бы рассмотреть разнообразие немецкого языка на примере небольшого эссе швейцарского немецкоязычного автора Урса Видмара. Эссет называется «Грюци». Приветствую! Швейцария, как известно, говорит на четырех основных языках. Это немецкий, французский, итальянский и ретароманский. Эта мультиязычная страна представляет собой сплав европейских языков и культур, соединение различных общностей в единое целое и является воплощением идеи единства в многообразии. При этом даже в рамках одной языковой общности, в частности немецкоязычной, существует разнообразие диалектов, объединяемое понятием «швейцар-дойч» или «швейцар-дюч». Они относятся к группе диалектов алиманского наречия, на которых говорят на всей территории Швейцарии, от Фрайбурга до Баденского озера, от Базеля до Цермата. Швейцарские диалекты в целом подразделяются на нижнеалиманские, среди которых выделяют базельские, верхнеалиманские и горноалиманские, например, вайзерские, глорусские. Официально признанная письменная форма диалектов отсутствует. Однако это не мешает авторам включать диалекты в свои произведения и даже полностью писать на них. Автор о произведении, о произведении которого пойдет речь ниже, писал на литературном немецком, нелишенном гильвитизмов, характерных для швейцарского варианта литературного немецкого языка. Гильвитизмы – это лексические заимствования в швейцарском варианте немецкого языка. Они убедительно свидетельствуют о глубоких исторических связях Швейцарии с соседними государствами и о всестороннем влиянии языков этих государств на общественно-политическое, социально-экономическое и культурное развитие страны. Результатом такого влияния стали более 2000 заимствованных слов, вошедших в швейцарский вариант немецкого литературного языка из языков соседних стран. Прежде всего, из французского. В целом, под гильвитизмами понимают все языковые явления, характерные для швейцарского варианта немецкого языка. Это прежде всего лексические единицы, но также и грамматические, фонетические, орфографические и иные особенности. В произведениях Урса Видмара присутствует и диалект немецкоговорящих швейцарцев, например, в пьесах «Новый Ной», «Непал», пьеса на базельском разговорном языке, и в прозаических произведениях, например, «Швейцарские диалоги» или эссе «Грюцы», которое было уже упомянуто. Последнее эссе посвящено приветствию. По мнению автора, важной составляющей поведения цивилизованного человека, настроенного дружелюбно и мирно по отношению к окружающим. Сами приветствия разнообразны. Некоторые из них приведены на швейцарском диалекте. Это, например, само приветствие «Грюцы» на литературном немецком «Wuten Tag», «Добрый день», «Хойцеме» на немецком литературном «Залют». Встречается в тексте и устаревшее приветствие «Хабдиэре», «Честь имею кланяться», характерное для юга Германии и Австрии. Приветствие «Альцейдберайт», «Сегда готов», приведенное писателем, является стандартным приветствием «Фарис», «Скаутов». Само слово «Фарис» – гильвитизм, характерный только для швейцарского варианта немецкого. В Германии это движение называют «Пфад Фидер Бевегунг» – движение байскаутов. Урс Видмер отмечает, что приветствие является старейшим ритуалом человечества, и все культуры используют его. Писатель приводит забавные факты, представляющие собой игру со стереотипными представлениями о других народах. На следующем слайде есть небольшая цитата, я зачитаю лишь ее часть. Урс Видмер пишет, «Если мы обратимся к другим народам, приветствия окажутся еще разнообразнее. Далекие эскимосы бросаются вниз и лижут плавучие льды перед твоими стопами, и ты должен делать то же самое. Чернокожие в Африке издают крики и танцуют вокруг тебя. Китайцы трутся носами» и так далее. Национальные приветствия в изложении Урса Видмера представлены гротескно. Кроме того, они перепутаны. Так известно, что традиция соприкасаться носами характерна для северных народов – эскимосов, лапланцев, а китайцы приветствуют кивком головы или сейчас уже традиционным рукопожатием. Так называемые факты, касающиеся приветствия, не транслируют реальный опыт. Они нужны автору, чтобы в юмористической манере акцентировать повсеместность и разнообразие ритуалов приветствия, развлекая читателя. Однако вывод его серьезен. Ритуалы, а приветствие тоже ритуал, нужны за тем, чтобы держать в узде нашу плохо контролируемую агрессию. То, что мы, по крайней мере, большая часть из нас предпочитаем видные формы сосуществования, является одним из величайших достижений нашей культуры. Иначе мы при малейшем поводе разбивали бы друг другу носы. Безусловно, при анализе такого произведения, как эссе Грюцци, преподавателю необходимо провести студента через все его языковые и смысловые особенности. В тексте есть и другие примеры использования диалекта, иные, называемые факты о приветствиях. В процессе работы с этим эссе можно приоткрыть завесу над феноменом многовразия немецкого языка, соприкоснуться с творчеством современного автора, его юмористической манерой подачи материала и создать импульс для обсуждения различных культурных ритуалов. Таким образом, произведение художественной литературы может как вовлечь обучающихся в поле европейской межкультурной проблематике и вариативности языковой нормы немецкого языка, так и стать стимулом обсуждения особенностей межкультурной коммуникации в мировом масштабе. У меня все. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует... Коллеги, я в эфире. Прошу прощения за небольшую заминку техническую. Скажите, пожалуйста, как меня видно и слышно? Все ли хорошо? Могу ли я начинать? Прошу вас написать в чат, если будут какие-то проблемы со звуком или с изображением, я начну свой доклад. Вы видите, взаимосвязанное обучение видом речевой деятельности. Говорить я буду о преподавании русского языка как иностранного на начальном этапе обучения. Я обучаю русскому языку с нуля слушателей, студентов невозрубящих, которые приезжают на обучение в Россию, и первый год они изучают русский язык как иностранный или как ключевых пунктов по специальности. Мой институт, Воронежский институт России, ведет обучение студентов физического профиля в основном. В процессе экономии времени я опущу физическую часть моего уступления, она будет доступна в статье. Скажу лишь, что существует, как вам хорошо известно, четыре вида речевой деятельности. И взаимосвязанным называем обучение, современное обучение различным видам речевой деятельности на основе серии упражнений в условиях достаточно ограниченного, четко отобранного, методически выверенного материала. Конечно, мы обучаем в определенной временной последовательности наших студентов. Это значит, что мы можем сначала отработать письмо, например, повторение для аудирования и так далее. Это зависит от уровня студентов, от материала, который мы обатываем в данный конкретный момент. Но, тем не менее, в целом стремимся для каждого изучаемого лексико-грамматического материала воспользоваться всеми четырьмя видами деятельности в рамках занятий. И я хотела бы рассказать о том, каким образом я работаю со своими студентами начального этапа обучения на примере занятия, которые я проводила с ними буквально на конце первой недели обучения. Тотно-фонетический курс, когда мы ставим звук речи. На слайде, который загружается, видите, страницу из учебника «Дорога в Россию» — это известный фонетический курс, разработанный из ВУ. Его выходные данные вы видите на экране. Я не буду это комментировать. Мы отрабатывали звук «Ры». Для моих франкоязычных студентов это неважно, по отношению этого звука у них проблемы. Упражнение номер «Ти». Надеюсь, что вы видите, это слоги со звуком «Ры». И мы с ними читали, это было домашнее задание, мы с ними читали этот звук в очереди. Далее. Следующим заданием было написание диктанта. Мы готовились к диктанту таким образом. Вот эти отработанные звуки я написала в разнобойном русске. Надеюсь, что следующий слайд у меня получится вам показать и вы увидите, как это выглядит. Я вызывала студентов в группе в очереди. И показывали, выгрузил следующий слайд. Они показывали те слоги, которые я называю. Это в группе, представительного этого немного, до 10 человек. Поэтому это упражнение не выглядит монотонно, всякий раз называются разные слоги. И студенты уступают в разнобойном русске. И мы написали диктанту, все, чтобы написать на русске, я, естественно, все устала. Далее мы повторяли те слова, в которых встречается звук. Это слова «парк», например, «ресторан», это ряд других слов. Показывала моим студентам картинки. Вот, например, какая-то. Я задавала им вопросы из тех, которые они уже выучили. Кто это, что это, где дом, дом, ожидаемая. Я повторяю, что это очень простой уровень. Это уже вот самое начало элементарного. Следующее задание, которое мы со студентами сделали, я разложила под ними на столе несколько картинок, похожих по тематике. Прочитала текст, очень простого содержания. Скажите, как сейчас, слышно меня? Почему-то вот вылетает баузер. Выхожу из бинарной комнаты периодически, видимо, вот к вечеру. Хорошо, тогда я продолжаю. Следующее задание. Перед студентами были разложены картинки. Они, в общем-то, похожи. Их можете видеть в следующем слайде. Точно, в принципе, картинки, либо фотографии. Я зачитываю студентам очень простой текст, содержание которого вы можете видеть на слайде. Это город, парк, мама, папа и сын. Студенты должны показать на ту картинку, которую в данный момент я рассказываю. Следующее задание проводится с этими же картинками, те же 3-4 изображения. Я раздаю студентам написанные трубки или напечатанные тексты. И должны сопоставить картинку и текст. То есть это уже отрабатывает чтение. В следующем задании отрабатывалось аудирование. Далее, на следующем слайде вы увидите работа студентов, отработка и аудирование, и письма, и дальше говорение. Я задаю студентам чистые листы, прошу написать в них число, имя студентов в пуске. Далее я им произношу очень простой текст. Например, это город, дом, папа и мама дома, парк. И студенты должны схематически изобразить то, что они услышали. Вот видите, на картинке, что они изобразили. Далее они пишут, основываясь на собственных рисунках текст. У них есть зрительная опыта. Сделать это несложно, не без юмора. Тут есть слева указатель, на нем написано «Москва», то есть «Город» и «Москва». Я оправлю ошибки. На изображении слева можно видеть, что студент написал латинскую букву «М» вместо русскую. Я оправила это часто ошибку в разных студентах. Далее они обмениваются картинками и задают друг другу вопросы по собственным рисункам. Например, кто это, кто это, где папа, где мама. Я повторю, что это элементарный уровень. Студенты, приезжая к нам, не знают русского языка совсем. И поэтому мы с ними отрабатываем на основе очень-очень простой лексики. Сначала мы не будем с ними голыми, не приезжаем. То есть это очень-очень самый-самый начальный. Такое упражнение, когда студенты видят рисунки друг друга, могут друг с другом поговорить. По моим наблюдениям снимают коммуникативный барьер. Студенты пытаются выглядеть смешными. Они начинают напряться друг с другом, узнают больше о культуре друг друга. Видите, что деревья изображены, видят студенты из социальной Африки. Обучаются в данный момент. Подводя итог, хочу повторить вас за внимание, коллеги, и сказать, что вот подобные упражнения, на ограниченном материале студенты уверены в своих силах, мотивируют их на дальнейшее изучение языка. И в целом, как показывает психологическая практика, очень для них полезно. Ну и на заключительном слайде можно видеть мои контактные данные, мой электронный адрес и адреса блогов, где я делюсь своими методическими приемами. Буду рада вопросам, замечаниям, предложениям. Большое спасибо вам за внимание. Продолжение следует... 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 особенно тех, где процесс управления качеством именно рассматривается с точки зрения конкурентоспособности и динамичного рынка услуг. Вот послушайте, многие люди говорили, что ИСО в ВУЗе это не приживется, и это вообще только для сферы услуг, сферы бизнеса. Так вот, у Елены Николаевны на странице 13.19 рекомендую прочитать внимательным образом принципы, международные принципы ИСО, она их описывает, перелагает именно так, как это необходимо при исследовании на уровне вузовском. И я нашла, хочу поделиться, нашла ответы на многие вопросы. Я даже не могла догадаться, что в методике обучения иностранным языкам Елена Николаевна в 2008 году, только задумайтесь, больше 10 лет назад, она писала простым языком о таких вещах, которые мы спорим сегодня. Поэтому в той характеристике, о которой я говорила, можно добавить еще. Если человек пишет о том, что не устаревает долгие годы, это классик. И сегодня она помогает всем нам жить, работать, и сегодня ее день рождения. Каждый год я ее поздравляла вживую или смс, как это получалось у нас. И, уважаемые коллеги, научное и методическое наследие Солововой Елены Николаевны еще только предстоит изучать. Сегодня я вот еще два слайда переключу. У нас есть ассоциация, созданная в 2011 году. Два года, два раза она приезжала на эту ассоциацию. Она пыталась в кластере в таком создать единство в профессиональном таком сообществе. И вот мы работаем с тех пор, с 2011 года, и вот последняя конференция была в этом году. Так вот, сегодня в день рождения я хочу сказать спасибо моему учителю, соратнику, другу. И если у меня силы хватит, я обязательно проведу вот в рамках нашей ассоциации. Пока еще не знаю, какое мероприятие. В следующем году я уже понимаю, что в декабре будет высшая школа экономики посвящения Елене Николаевне, где она работала в последнее время. Я считаю своим долгом, что я приведу обязательно. Присоединяйтесь к нашей команде. У нас, вы видели, сколько человек в нашей ассоциации. Кафедра небольшая, но мы очень активны. Мы работаем по заветам, по методическим заветам и советам. Дорогой, любимой Еленой Николаевной Славовой. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, я так понимаю, что я уже в эфире. И позвольте мне вас поприветствовать на таком масштабном мероприятии. Мы участвуем в масштабном марафоне сегодня. И сегодня мне бы хотелось поговорить о соизучении предмета и языка на материале дисциплины «Музыкальная культура США». Я вижу, что вы меня слышите и видите. Я очень этому рада, что связь работает. Вопросу интегрированного предметно-языкового обучения, либо CLIL по-английски, посвящено немало работ. Согласно исследованиям, интегрированное предметно-языковое обучение способствует значительному расширению словарного запаса. Прогресс проявляется в усложнении используемых учащимися синтаксических структур и сказывается на прагматическом аспекте владения языком. И как следствие повышается общая языковая компетенция на лексико-грамматическом и дискурсивном уровнях. Если сравнивать CLIL и английский для специальных целей, то мы увидим, что в отличие от английского для специальных целей интегрированное предметно-языковое обучение создаёт языковую среду и область коммуникации, а не просто имитируют их. В преподавании английского для специальных целей изучению и оцениванию подвергаются языковые навыки, в то время как содержание обучения в CLIL определяется содержанием предметной области, оцениваются не языковые, а предметные знания. Однако, конечно же, есть и ограничения предметно-языкового интегрированного обучения. Каковы они? Сейчас у нас подгрузится следующий слайд. Возможно понижение самооценки учащихся при обучении в рамках CLIL. Академический контент может затруднять устное общение. И если предметная область оперирует сложными понятиями и концептами, то иностранный язык, как средство обучения, сделает контент ещё более трудным для освоения. И это, в свою очередь, приведёт к затруднениям в освоении иностранного языка. Таким образом, некоторые исследователи и педагоги выражают обеспокоенность относительно взаимозависимости, новизны и понятийной сложности предметного материала, с одной стороны, и затруднениями в освоении иностранного языка, и, собственно, дисциплины с другой. Применение принципа интегрированного предметно-языкового обучения в рамках курса «Музыкальная культура США», однако, может быть признано уместным ввиду того, что понятийно в сравнении с такими дисциплинами, как, например, зоология, нейрофизиология, генетика, он не является чрезмерно сложным. К тому же целевая аудитория, в нашем случае это студенты-регионоведы, к моменту освоения дисциплины уже знакомы со многими социокультурными понятиями, которые составляют своеобразный контекст, в котором функционируют музыкальные жанры и направления. Явное дополнительное преимущество изучения музыкальной культуры США согласно модели КЛИЛ предметно-языкового обучения состоит в том, что оно способствует повторению и закреплению материала, изученного в рамках... ...таких университетских дисциплин, как история США, социально-политическая система США, культура США и прочее. В нашем курсе, посвященном музыкальным традициям США, музыкальная культура рассматривается как отражение основных особенностей культурной и материальной жизни страны. Целью курса является ознакомление с национально-специфическими жанрами, и мы видим это в структуре курса, общеизвестными в среде американцев музыкальными произведениями и в итоге формирование концептуального представления о музыкальном мире страны, изучаемого языка и его национальных особенностях. Второй, но не менее важный компонент курса, отвечающего принципам интегрированного предметно-языкового обучения, направлен на формирование, конечно же, лингвистической компетенции учащихся. С дидактической точки зрения материал дисциплины музыкальной культуры США представляет широкие, широчайшие возможности для развития навыков говорения, чтения, аудирования, развития социокультурной компетенции, а также расширения словарного запаса учащихся. Особого же внимания заслуживает музыкальная терминология, которая вышла за рамки музыкального дискурса. Как отмечал выдающийся дирижер и просветитель Леонард Бернстайн, литературные умы буквально загипнотизированы музыкальной терминологией, вероятно, потому, что они охвачены благоговейным трепетом перед её абстрактностью. И действительно, большое число музыкальных терминов стало частью общелитературного английского языка. Это и crescendo, и staccato, и leitmotiv, и unison, и глагол orchestrate, и counterpoint, и так далее, и так далее. Примеры многочисленны. Контексты этих словоупотреблений разнообразны. От политики, архитектуры до сферы межличностных отношений, кулинарии и так далее. И так далее. Таким образом, мы видим, что музыкальная лексика востребована и частотна в разнообразных контекстах, и желательно, чтобы студенты как на рецептивном, так и на продуктивном уровнях освоили данный материал. Конечно же, в реализации таких разноплановых задач нам помогает привлечение средств ИКТ и вынесение тестирования на платформу Moodle. Здесь мы видим пример тестов, которые у нас размещены на платформе «Университет без границ». Вот так они выглядят. И что касается метафоризированной лексики музыкальной, тоже мы приводим ряд примеров, которые были до этого озвучены. Что интересно, при описании музыкальных произведений на английском языке часто используются лингвистические термины, такие как grammar and style, такие как, например, punctuation и punctuate, например, comma, phrase, очень частотные в музыковических текстах. Более того, музыкальная тематика позволяет разнообразить языковой репертуар студентов не только за счет музыкальных терминов, поскольку музыкальные явления возникают в определенном социокультурном контексте, у преподавателя курса есть возможность закреплять лексику различных предметных областей. Это и общественно-политическая лексика, религиозная лексика, литературоведческая, кинематографическая и так далее, и так далее. Таким образом, применение принципа интегрированного предметно-языкового обучения в курсе «Музыкальная культура США» позволяет познакомить студентов с культуроспецифичными музыкальными жанрами, повысить культурную компетентность, культурную грамотность учащихся, а также, что немаловажно, нарастить запас специальной лексики, которая может использоваться как внутри, так и за рамками изучаемой предметной области. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... 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 Как используются размеры на штат? Шаг второй – это контекст. Рассмотрим общий контекст мема. Что может быть целевой аудиторией мема? Какова может быть цель этого мема? Какие базовые знания могут быть необходимы для понимания этого мема? Третий шаг – это связанный текст. Каково визуальное текстовое содержание мема? Где на странице находится текст? Какие шрифты используются? Как соединяются тексты и иллюстрации? Шаг четвертый – значение понимания. Как создается юмор? Есть ли игра в строк или несоответствие между сообщениями и выражениями? Каково ваше общее впечатление от мема? Как вы думаете, что он критикует? Согласны ли вы с такой трактовкой рассматриваемым социальным явлением? Проанализируйте отношения между аспектами, которые вы заметили, и последствиями, которые они могут иметь. Еще я хотела бы поговорить про мобильные телефоны. Можно их использовать для поиска картинок или фотос по определенной тематике. Попросите, например, студентов застать телефон и найти фотографию улыбающего и платищего человека. Кто-то найдет мужчину, кто-то найдет женщину, кто-то ребенка. Теперь дайте им задание. Покажите фотографию своему партнеру. Расскажите им, что произошло в результате чего человек улыбается, платищит. То же самое можно сделать, например, когда вы изучаете в красивом прогрессе. Просто попросите студентов найти несколько фотографий, на которых люди выполняют какие-то действия. А затем показать фотособеседнику, рассказывая ей или ему, что происходит на фотографии. Процесс поиска фотографии все с заданной языковой целью доставляет определенное удовольствие во время занятия. Это один из привлекательных способов практиковать проблемные грамматические структуры в разговорной речи. А еще можно использовать так называемые нечеткие или размытые фото. Думаю, каждый из нас имел дело с такой проблемой по возвращении с отдыха. Мы можем очень эффективно использовать такие фотографии во время наших занятий. Студенты могут использовать такие фотографии, чтобы рассказать друг другу историю того, что происходило во время тренировки. Например, мы тренируем с вами паспогрессис или паспута. И почему кто-то разница? Другой студент с парой может задать вопросы. И еще одно очень полезное приложение, которое может экономить наше время и принести некое удовольствие на занятие – это Инстаграм. Миллионы людей используют его, публикуя фотографии, добавляя фэш-тейки. Следите, их миллион используют и есть и наши студенты. Давайте представим, что мы с вами отвечаем тема беда. Благодаря Инстаграм студенты также могут развиваться культурно. Если они напишут хэштег «Завтрак», появится более миллиона фотографий завтраков из всего мира. Студенты могут отсудить сходства, различия, не сравнивая, как и что едят люди во всем мире. Они также могут фотографироваться в завтрак, а писать его с помощью хэштегов «Киелетики» урока. Вы можете изменить задание, представить студентам чистый лист бумаги с хэштегом «Киелетики». Студенты должны дополнить его своей любимой видой и прилагательной описывающей видео. Для того, чтобы эффективно общаться, нужно уметь осмысленно читать, интерпретировать и отбирать образы для передачи целого ряда смыслов. А как насчет видео? В эпоху цифровых изображений социальных сетей студенты могут интенсивно создавать, просматривать, статировать, обмениваться неограниченным количеством визуальных эффектов, включая видеоматериалы. Поэтому важно, чтобы мы учили наших студентов быть не только текстуальными, но и визуально грамотными. Видео в образовании меняет то, как мы учимся. Слишком часто в настоящее время дыховое образование становится жестко стандартизованного термина и подготовки к изданию. Видео может быть использовано для консидирования чего-то возможного. С точки зрения обучения, видеоконтент становится одной из лучших форм обучения. Следовательно показывает, что использование видео в качестве учебного пособия повышает эффективность обучения. Мы учимся быстрее, грубо запоминаем, больше. Это также улучшает качество опыта. А то, в свою очередь, это влияет на мотивацию. Видео обладает способностью положительно влиять, как на эффективные, так и на традиционные установки. Когда мы смотрим видео, мы погружаемся в богатую культурную картину. Мы узнаем не только о языке, но и о том, как оно используется. Он используется. Видео дает нам культурный социо-ингвистический аспект. И одной из самых сильных сторон видео является его способность общаться со зрителем, как на эмоциональном, так и на консистивном уровне. Мы чувствуем, поэтому мы учимся. Видео вовлекает эмоции. И это очень важно для обучения. Обсуждение видео дает нам возможность действительно зажечь дискуссию в аудитории. Поскольку видео настолько богато идеями и контекстом, студентов можно будет перемотивировать к выражению собственного мнения с использованием критического мышления и анализа. Подводя итог выше сказанному, можно утверждать, что повышение визуальной драматности студентов способствует развитию их языковых навыков. Спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро! My scientific research deals with the development of English in China and its future perspective. As is known to all, English has an important position in the international language. So, choose English as a second language in China is the truth of refined maximization. In this process, English teachers play an important role. So, I will run the following five aspects to introduce the development of China's current English teacher and what problems we face. The first is the development of English in China. In the 19th century, English began to enter China with novelty and spread rapidly in China. Since China joined the World Trade Organization in 2014, international exchanges have been frequent and English language has developed faster. The great popularity of English in China was in 2008 year, with the Beijing Olympic Games was held, which brought China a closer contact with the world. So, every Chinese joined the trend of learning English from the perspective of language. English is still the mainstream of future development. Meanwhile, English education is getting younger and younger. In other words, the skill of children's English reached 6.39 million in the last year's year. Thank you very much. Part 2 is English teacher development in China. At the same time, as the director participants in English development, English teachers must have high professional expertise and professional ability. Specialization, diversification, informationization, and the large number of foreign teachers are the characteristics of the development of English teachers. In 2000 years, the Ministry of Education of China proposed to allow comprehensive universities to broad English teachers for the authority through their own training methods. And there are remarkable educational levels in various parts of China, which also led to the diversification of English teachers. At the same time, it is required that English teachers must pass the formal teacher certification examinations before taking pass the post. Look at that document. If I pass that exam, I can get this document. After formal entry, it is also required to conduct qualification evaluation every year. So, specialization is particularly important. After the great improvement of international communication, the profession of foreign students who come to China to study or even work has increased rapidly. And the protection of foreign teachers has greatly improved the effect of solving English problems in China. Although English is developing faster in China, it also has many problems. And some problems are serious. One of the most serious problems is by fixing the difference in the development, because there is still a big gap between the economic level and education level of the developers and developing cities in China, which directly leads to the obvious difference in the level of English teachers in different cities. Often in first-time cities, like Beijing, like Shanghai, there are better results, so the quality of teachers' education is higher. And at the same time, at the same time, the disruption or development stage can't be ignored. Every teacher must go through joining teacher, university teacher, sending teacher. This career stage, but now, that order has been destructed, leaving many excellent teachers without better tools to work in. It is very bad. So, what exactly is causing this problem? We should cross analysis and solve this question. I think the first of all, the work pressure is huge. You can't imagine. You can't imagine. Each English teacher has 20 classes every week, with a large number of students and highway teaching tests. About 500 students every week, you need to teach them. It's very clear and the pressure is very huge. And secondly, the difference in urban development affects the difference in the level of teachers. In developed cities, the development stage and the teaching level of English teachers can't be impaired with that of other cities. For example, my city is not a good city. So, when I learn how to speak ABCD, between the Shanghai students, they can sing an English song. And it has to be said, the teachers of different ages have a very different teaching methods and teaching ideas. Young teachers are often experienced and have a lot of use for improvement in their ability to deal with problems, which also result in many young teachers not matching their professional titles. In this context, how to solve these problems is particularly important. We should guarantee the qualification of English teachers and improve their professional abilities. Secondly, the construction of a residential professional teacher institution, including academic qualification, teaching age, teaching level, teaching and research results, and theories of assessment, the real assessment and evolution of the teachers. The last most important thing is to improve the teaching level of teachers. English teachers are the prerequisite for improving the teaching quality. They should have 13 foreign language teaching concepts and corresponding teaching skills. So, English teachers who don't meet the requirements should be eliminated. Nevertheless, China is still developing the power of English teachers and English. So, I think the career development of English teachers is an important subject. Especially now in the international world. And as the second language of China, English needs a lot of teachers. There is less teachers. The development of English teaching in China has the content of many challenges. China needs some high-quality English teachers. Thank you for your attention. I am very interested in hearing your questions on these. If you ask them any questions, I would be grateful if you ask them slowly and clearly if my English is speaking good. Thank you. Hello... Hello. 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 Yeah. Продолжение следует... 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 Программа внеурочной деятельности с воспитанниками Суворовского военного училища Санкт-Петербург в период летней практики. Эпиграфом к моему выступлению я выбираю цитату из Ушинского. «Самостоятельность головы учащегося – единственное прочное основание всякого плодотворного учения». Очевидно, что идея активного обучения не нова. Так или иначе, она высказывалась на протяжении всего периода развития педагогики. Как вы знаете, термин «активный метод обучения» или «методы активного обучения» появились в литературе в начале 60-х годов XX века. Тогда же разрабатывались основы этого метода. Основы активного метода обучения вошли в курс подготовки учителей в нашей стране и всегда, так или иначе, применялись на практике лучшими отечественными педагогами. Утверждая это, я основываюсь на своем собственном опыте учебы в одной из лучших школ города Ленинграда, на опыт студенческой стажировки у блистательных методистов тех лет, в дальнейшем на разнообразный собственный опыт преподавания в высшей и средней школе. Однако, лишь в последнее время с введением новых образовательных стандартов, активные методы обучения обрели заслуженный статус, перестав быть чем-то желательным и перейдя в категорию «обязательный». Эффективное обучение предполагает формирование активной и ответственной позиции каждого учащегося, ощущение успешности контроля над процессом обучения, при котором ученики получают возможность испытать свои возможности, приобрести положительный опыт самостоятельной работы, читая, слушая, размышляя то, что у нас принято называть «individual activities». А также планируя работу, обсуждая свои идеи, корректируя их в парах, в малых группах, при групповом сотрудничестве. Учитель должен стимулировать желание изучать язык, который является не только средством общения, но и средством получения информации. Как помочь ученику реализовать свою индивидуальность и сформировать свою личность в ходе обучения? Научить человека инициативно, эффективно, самостоятельно, иными словами, активно добывать знания, мыслить и практически действовать. Опыт показывает, что эта задача с успехом может быть реализована в рамках внеурочной деятельности, например, в период летней практики, которая в Суворовском военном училище проходит регулярно, каждый июнь. Внеурочная работа – это естественное продолжение системы уроков, и, следовательно, она тоже должна носить активный развивающий характер, где учитель создает морально-психологический климат, предлагая учебные ситуации, эмоционально-интеллектуального поиска, творчество, организует активную мыслительную деятельность. Творческий практико-ориентированный курс по английскому языку «The World of Inventions» был реализован с учащимися седьмого класса, то есть третьего учебного курса Петербургского Суворовского училища в период летней практики. Тема курса непосредственно связана с предметным содержанием речи учащихся с седьмого класса в социально-культурной сфере. Воспитанники имели возможность углубить и расширить свои знания в области английского языка по теме, а также развить умение работать с большим объемом аутентичной информации на английском языке. Поиск, отбор, сжатие, реферирование, создание вторичных документов, презентация. Тема курса связана с историей, краеведением, военным страноведением, иностранными языками. При планировании курса были поставлены следующие цели. Вы видите их на слайде, наверное, уже успели их прочитать. И исходя из этих целей, мы сформулировали свои задачи. Вы тоже видите их сейчас на слайде. В работе мы опирались на следующие технологии. Коммуникативное, ИКТ, ТРКМ, индивидуальное дефекционное обучение, технологии обучения в сотрудничестве, технологии проблемного обучения и даже квест-технологии. Работа над проектом, как вы понимаете, шла в несколько этапов. На организационном мотивационном этапе суворовцы просмотрели несколько видео, например, «Top 10 inventions of all times», «Important inventions that changed our way of life», после чего самостоятельно сформулировали тему курса, свои идеи, аргументировали мнение в свой выбор, поставили личные групповые задачи. Далее воспитанники приступили к созданию ментальных карт с целью структурирования темы, выбора направления по интересам и стратегии представления работы. Этот прием позволил им визуализировать свои аспекты исследования, найти связь между явлениями, установить приоритеты и выработать алгоритм действия. Попутно участники группы узнали, что ментальные карты – это тоже изобретение в 1960-е годы, появившееся благодаря Тони Бьюзену. Работа, как я уже говорила, велась как индивидуально, так и в парах по выбору участников. Суворовцы выбрали следующее направление. Выбор был сделан самостоятельно. Вы видите их на экране перед собой, а также вы видите несколько слайдов, взятых из отчетной презентации суворовцев, иллюстрирующих некоторые вопросы. На втором этапе поисковым или исследовательском происходил сбор информации. Велась работа с интернет-ресурсами, собирались, изучались материалы на английском языке. Естественно, ставились задачи составления глоссария по теме, структурирование информации, создание вторичного текстового документа. Были проведены экскурсии, например, экскурсия в музей Карла Булы, где они ознакомились с историей создания фотографии. И были просмотрены дополнительные видео об изобретателях и изобретениях. На презентационном, то есть третьем этапе, проводились обсуждения, по готовым материалам, начались уточнения, дополнения, шла обработка информации, оформление проекта и подготовка к представлению и защите проекта. На четвертом этапе мы занимались рефлексией. С самооценкой результатов и взаимооценкой. На следующем слайде вы видите несколько фрагментов, взятых из отчетной презентации суворовцев, в которых они описывают своими словами стадии работы над проектом. Большим успехом и своим, и успехом суворовцев, я считаю, идею, предложенную в течение описываемого курса, она получила воплощение в мини-проекте изобретения, невидимкие изобретения вокруг нас. Согласно типологии, это было занятие открытия новых знаний, так же, как и другие занятия этого курса. Во время урока, который провели по этой теме, учащиеся отправились на Садовую улицу в центре Петербурга. И цель занятия была за очень короткое время найти изобретения невидимки, ставшие банальными, привычными, незаметными для глаза. Выяснить, когда они появились, кто их придумал. Получив карты с обозначением улиц и расположения домов, также задания в виде загадок, подсказок, вопросов, суворовцы под руководством преподавателей, естественно, направились в поиск. И они сами решали, как построить этот поиск. Наша задача была только соблюсти их безопасность. И участники этого квеста выполняли задания, опять же, в парах или индивидуально на свое собственное усмотрение. Преподаватель лишь наблюдал за поиском и оказывал консультационную помощь. В классах занятие продолжилось. И суворовцы занялись сбором информации об этих привычных изобретениях. Вы видите некоторые из них на слайде. Их было гораздо больше. Таким образом, используемая квест-технология содействовала достижению планируемых результатов. Результаты работы были оформлены как продукт проекта. Вы знаете, что проект должен иметь продукт. Заранее было решено, было задумано, что продуктом этого проекта станет приложение к учебнику, приложение по чтению. Оно было в итоге оформлено в качестве буклета, напечатанного нашей типографией. И назывался этот буклет «Ознал ли ты?». Предполагается, что этот буклет может быть использован на занятиях по английскому языку по данной теме. Я должна сказать, что описанный мной проект не является единственным проектом из серии проектов летней практики, осуществленных мной. Например, очень удачным, с моей точки зрения, был проект «Оружие народов мира» и «История оружия». Очень большой спектр под тем, который был исследован суворовцами. А также незабываемый проект «Животные на войне», который реализовался с выходом журнала «Животные на войне». Оценивая результаты работы, можно сделать вывод, что данный формат занятий с применением активных методов доказал свою эффективность. И отражает слова Элберта Грина Хаббарда. Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным развиваться дальше, без учителя. Большое вам спасибо за внимание. Я рада была выслушать ваши доклады и надеюсь услышать еще сегодня что-нибудь для себя интересное. Благодарю организаторов за великолепную работу. Желаю всем огромных успехов. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... 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 Хорошо. Добрый день, уважаемые коллеги. Мой доклад будет посвящен универбам как характерной особенности чешского обиходно-разговорного языка и особенности их преподавания. Напомню, что универбы это такие однословные именования, которые возникают на базе многословных и сосуществуют в языке оба варианта. Это необходимое условие для того, чтобы универб можно было назвать универбом. Методика преподавания славянских языков имеет свою специфику, проблематику. Литературных контактов связано это с индивидуальными потребностями каждого народа и задачами, которые он ставит перед своим языком. Моя статья будет посвящена особенностям преподавания чешского языка. Характерной чертой чешского языка в силу его исторического развития является сильное различие между литературным чешским и обиходно-разговорным, устным. Различия эти проявляются на разных уровнях и это создает определенные сложности для изучающих чешский язык. В своей статье я хочу рассмотреть проблему, связанную с универбами, именно с субстантивными универбами, которые являются яркой чертой лексического уровня устного варианта. Не знаю, где результат. В процессе являются ярким стилистическим средством, поэтому их изучение требует особого внимания. В процессе обладения языком учащиеся сталкиваются с трудностями понимания текстов. Универбы усложняют адекватное понимание текстов в связи с чем? Первое. За счет того, что универбы конденсируют значение многословного наименования в однословной единице и за счет этого становятся непонятными. Второе. Слообразовательных суффиксов, которые чаще всего употребляются для образования универбов, всего два. Это суффикс «ка» для женского рода и суффикс «ах» для мужского рода с очевидным преимуществом «ка». Поэтому говорить о том, что слообразовательные средства помогают сделать значение универба более очевидным, в данном случае говорить не приходится. Следствием первого и второго пунктов является частая монемия универбов. Например, если мы возьмем универсалов. Это может означать от слова «зал», «зальный футбол», но это может быть также и медсестра, которая работает в родильном зале или операционном зале. Особенно сильная монемия встречается среди универбов образованных отчислительных. Например, универбов двояк, который образован отчислительного «два», может означать палату для двоих в больнице, двойной прыжок в фигурном катании, статья из двух столбцов. Этот термин употребляется в журналистике. Это могут быть в терминологии театральные два представления в день. Это может быть лестница стремянка, наконец-то, двойное касание волейболи. Надо заметить, что это не все, не весь список значений слова «двояк», которые представлены в чешском корпусе. Но некоторые приведенные контексты не прояснили значение этого универба даже непосредственным носителям языка. Этот факт является весьма примечательным. Конкретных сфер, где могли бы проявляться универбы, не существует. Универбизация понятия очень широкая. Оно обслуживает практически все сферы устного употребления языка. Универмы могут обозначать людей. Например, пьетилая тка, девочка 5 лет. Предметы обихода, микроволнка, микроволновая печь могут обозначать ситуации. Кризовка, кризисная ситуация. Транспорт, социальные явления могут иметь собирательное значение. Временно-ассоциационное значение, например, грибной сезон, гу-баршка. Обозначают профессионализм, как в данном случае двояк, в значении статьи из двух столбцов. Могут обозначать организации, например, криминалка, криминальная полиция. На базе тех же самых злообразовательных моделей могут возникать не только универбы, но и их близкие собратья-конденсаты. Для конденсата это наименование, образованное от прилагательного, не имеющего синонимичного варианта наименования, как универб, что является принципиальным условием для универба. То есть это слово, имеющее в слово признак в толковании. Из наших примеров таковым является слово «соловка» в значении медсестра, работающая в операционном зале. Универбы или конденсаты могут образовываться и от иноязычных основ, например, «пинапка», от выражения английского «пинап герл», девушка с плаката, который прикалывает на стену. Все эти факты характерны именно для устной речи. Учебные пособия, вышедшие в последние десятилетия прошлого века, были прежде всего нацелены на обладение учащимися литературным чешским языком. Но методические установки последних десятилетий, характер обучения в принципе, потребности учащихся претерпели сильные изменения, поэтому в современных изданиях мы наблюдаем особое внимание к элементам обиходно-разговорного языка, в том числе и к универбам. Выходят пособия, нацеленные конкретно на ознакомление и развитие навыков лексического запаса, характерного для сфер устной коммуникации. Минусом некоторых пособий мы можем назвать тот факт, что универбы подаются без указания на их многословные именования, которые делают значения универба очевидными для учащихся. На наш взгляд, при изучении чешского языка необходимо знакомить прежде всего обучающихся с обоими вариантами и с однословным именованием, и с многословным синонимом его. Например, если мы даем слово «гостиная», «объевак», то должны дать и «объеваться и покой», «гостиная комната». На продвинутом этапе ознакомить стоит изучающих чешский язык не только с понятием универбизации, но и другими словообразовательными процессами чешского языка, особенно характерными для разговорного чешского языка, такими как усечение, например. У них есть, например, слово «матика» от слова «математика». конденсаторами, использующими те же словообразовательные модели, что и универбы, аббревиацией, сложениями основ и тому подобное. Также следует ознакомить изучающих чешский язык со стилистическими особенностями обеходно-разговорного языка, так как универбы обеспечивают стилистическое разнообразие языка, «разграничение ситуации общения» позволяет объяснить сосуществование многословного наименования и его универба. Так мы можем отметить, что универб «карловка» является стилистически сниженным сленговым образованием, характерным для речи молодежи. Нейтральным вариантом будет «карлова универзита», а в качестве официального названия выступает выражение «универзита Карлова». Тем не менее, вариант «карловка» мы встречаем и в газетных изданиях, при этом оно сопровождается и другими разговорными элементами. Изучение различных контекстов и текстов СМИ помогает понять, в какой степени является данное слово стилистически сниженным, а также помогает оценить характер его воздействия на читателя. Таким образом, преподавание чешского языка нуждается в новых методических рекомендациях и дальнейших исследованиях в области универбизации в стилистике в целом, так как изучение разнообразных стилистических средств является одним из интереснейших направлений в обучении учащихся. Спасибо большое. Это все. Всем добрый вечер. Рада всех приветствовать. Поставьте, пожалуйста, плюсик, если вам хорошо видно и слышно меня, для того, чтобы вам научить. Отлично. Спасибо большое. Во-первых, хотел поблагодарить организаторов за потрясающую конференцию и за то, что так быстро собрались и все сделали, организовали. И столько много докладчиков. Я сейчас смотрю и вижу очень много слушателей здесь. Это прям потрясающе. Спасибо всем за опыт, которым вы здесь делитесь. Меня зовут Скокунова Виктория Александровна. Я являюсь преподавателем МГУ и являюсь также ученицей Соловова Ильины Николаевны, и чему очень-очень рада, потому что человек, который... Один из людей, который абсолютно перевернул вообще, в принципе, мое мировоззрение в профессии преподавания, преподавателя, учителя и так далее. Вот. И очень сильно повлияло вообще, в принципе, на ведение моей преподавательской деятельности и, наверное, видение данной профессии в моей жизни. Вот. А я хотела бы сегодня поговорить про веб-проекты и рассказать определенные, скажем так, некие результаты нашего опытного обучения, которые мы проводили у нас на факультете в том числе, и применение данного педагогического метода в формировании ИКТ-компетентности у учителей, в частности, у будущих учителей иностранного языка. Сегодня я видела много... и многие были докладчики, которые рассказывали про медиаграмотность, рассказывали про использование ИКТ, также про использование соцсетей, которые сейчас очень популярны. Там даже я видела, некоторые писали про китайскую соцсеть, которая сейчас у нас входит в большое употребление. Я о ней узнала буквально на прошлой неделе, и когда посмотрела, поняла, что там уже примерно 11 миллионов подписчиков. Это прям действительно очень впечатляет. Поэтому, я думаю, там уже стоит что-нибудь такое интересное, наверное, придумать. Так вот. Я хотела бы рассказать про веб-проекты, про то, как можно использовать веб-проекты при обучении будущих учителей. И, разумеется, в формировании ИКТ-компетентности. Ну, во-первых, для того, чтобы правильно обозначить, почему Павел выборный на этот педагогический метод, я бы хотела сказать, что представляет собой ИКТ-компетентность. Итак, на следующем слайде у меня есть определение. Довольно-таки оно здесь длинное, поэтому я буду останавливаться только на некоторых пунктах. Во-первых, как мы определили, ИКТ-компетентность представляет собой личностно-деятельностное качество профессиональной деятельности учителя. И за основу мы взяли также определения, которые были представлены зимние, которые также были представлены у Хатерского, у Выгодского и так далее. И, разумеется, характеризуя компетентность преподавателя иностранного языка в области использования ИКТ, можно говорить о том, что, естественно, у такого преподавателя есть мотивация. То есть он замотивирован на то, что вы используете ИКТ. Конечно же, он должен понимать, для чего он это использует. Не так вот просто взять с неба и, соответственно, давайте что-нибудь поиспользуем. Естественно, в этом должен быть определен какой-то дидактический посыл и должна быть определенная обоснованность, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, должна быть определенная теория. То есть преподаватель должен владеть теоретическими знаниями и пониманием того, какую действительно роль на сегодняшний день играет ИКТ. Я даже включила сюда социальные сети, потому что, на самом деле, очень многие сейчас преподаватели начинают задействовать социальные сети и работают на уран. По крайней мере, по моему опыту, то, что я вижу со своими учащимися, со студентами, это прям действительно работает, и это работает мгновенно, прям буквально на занятии. Конечно же, в этом смысле, если мы с вами говорим про ИКТ, то мы не забываем про технологические навыки. То есть, естественно, если мы говорим про digital natives, про аборигенов так называемых, нам кажется, что все-таки они уже, например, поколение более молодое, они, конечно, хорошо, возможно, владеют ИКТ, но, тем не менее, не всегда. Иногда приходится даже нам, преподавателям, учить будущих, скажем так, учителей, либо молодое поколение тому, как можно использовать ИКТ, очень эффективно и интересно для всех учащихся в школе, в университете и так далее, даже с взрослыми людьми. Разумеется, также характеризуется ИКТ-компетентность способностью и готовностью принимать эффективные решения и осуществлять выбор, эффективный выбор ИКТ. Ну и, конечно же, умение обмениваться опытом, накапливать этот опыт со своими коллегами для того, чтобы затем, возможно, было что-нибудь новое создать на занятии, соответственно, экспериментировать, находить какие-то определенные новые методики и улучшать свою педагогическую деятельность. И вот в этой связи для того, чтобы научить будущих учителей использовать ИКТ и, соответственно, формировать свою ИКТ-компетентность, мы решили как бы одним из методов педагогических выбрать именно веб-проект. Почему проект? Потому что, во-первых, он представляет собой законченный продукт проектной деятельности, который выполнен на какой-то электронной платформе с использованием ИКТ. Во-вторых, он, конечно же, может быть использован в образовательных средах. И, в-третьих, в этой связи важно понимать, что для будущих учителей, конечно же, допустим, в стенах учебного заведения, очень важно иметь определенный хотя бы какой-то опыт, да, то есть даже если мы говорим не про реальный опыт, но хотя бы какой-то опыт в нереальных условиях, да, то есть тот, который позволит им примерно понимать, что происходит на занятии, что может происходить на занятии, какие моменты необходимо учитывать. И вот в этой связи я очень часто вспоминаю Ирину Николаевну Соловову, потому что я помню, как она нам говорила о том, что очень важно, чтобы в голове учителя всегда была цель, да, то есть что бы мы ни делали на занятии, любое наше действие должно быть обосновано чем-то. Любое действие, любое задание, которое мы используем, все должны понимать, для чего мы это используем. Это тот самый дриллинг, который сейчас очень многие учителя говорят, что нет необходимости его использовать, мы все идем по кониковой методике и так далее. Но я думаю, что многие согласятся, что дриллинг имеет место быть, повторение моего течения здесь, да, это работает. Вот. И в этой связи, конечно же, важно понимать преподавателю, иметь это в уме, для чего я использую то или иное действие, почему у меня есть какие-то задания, какая цель довольного задания. Естественно, вовлекая еще и КТ информационной технологии, процесс преподавания, важно все-таки понимать, да, обоснованно, это необоснованно, да, и, в принципе, вообще есть возможность реализовать и КТ на занятии. Это уже другой вопрос, о котором мы с вами сейчас не будем говорить. Вот. Когда же, естественно, мы говорим про непосредственно практический, да, вопрос обучения будущих учителей, студентов применению КТ на занятии, то в этой связи проекты представляют собой некие уроки, да, то есть это может быть фрагмент урока, это может быть полноценный урок, где задействована ИКТ. И для того, чтобы правильно задействовать ИКТ, для того, чтобы уметь обосновать, все-таки важно, чтобы был определенный план, то есть должна быть определенная пояснительная записка в виде такой некой инструкции, некий такой пошаговый план для студента, да, то есть для будущего преподавателя. И, как мы считаем, в этой пояснительной записке очень важно обозначить несколько важных пунктов, например, тема урока, целевая аудитория, цель урока, разумеется, задачи определенные, длительность урока, материалы, которые задействованы. Принципы, которые также должны быть обоснованы в этом уроке, потому что действительно понимание того, что представляет собой, как он реализуется, это или иной принцип, это очень важно. Принципы, которые, например, мы брали за основу, они были взяты из учебных пособий Солового и Николаевны, которые были прекрасно, как мне видится, суммаризированы, вернее, собраны и обоснованы в ее пособии, и как раз-таки взяли это за основу. Особенно, часто, театрические принципы, которые, как мне видится, действительно гениально были сформулированы, и они реально работают на занятии. И, естественно, для будущих преподавателей очень важно понимать, что представляет собой данный принцип, почему он важен, тот же самый принцип коммуникативной направленности, либо родного языка, и, соответственно, как это можно использовать на занятии, задействовать. И, наконец, последний пункт, но он является очень важным. Это ИКТ. То есть, во-первых, должно быть перечисление, ИКТ, во-вторых, должно быть обоснование. То есть, почему, например, студент, будущий преподаватель, он использует те или иные ИКТ, те же самые ментальные карты, возможно, в интернете, либо даже задействуют социальные сети, хотя это некий такой отдельный подраздел информационных технологий, либо, например, используют какие-то, возможно, ИКТ для презентации довольного материала. Почему, для чего, соответственно, нельзя ли просто было бы, не знаю, распечатать и принести на занятия, и вот прекрасно бы все поработали бы с этими распечатками. Поэтому, действительно, вот последний пункт, но он является также очень важным для будущих учителей. Это обоснование того, что и для чего я буду использовать на своем занятии, почему данный ИКТ будет реально работающим, реально, соответственно, будет эффективным в контексте данного урока. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня уже видно, не буду задерживать ваше время, и так мы идем с опозданием, поэтому перехожу сразу же к докладу. Итак, нельзя не согласиться с тем, что современная система образования требует реформ и внедрения новых технологий. В связи с этим основной задачей является формирование инновационной, педагогической и управленческой компетенции научно-педагогических кадров посредством обучения современным зарубежными отечественным образовательными моделями и технологиям для достижения основной цели – развития компетенций у научно-педагогических кадров, обеспечивающих качество высшего образования для инновационного проектирования образовательного процесса. В связи с этим рассмотрим ключевые факторы, знания которых обеспечивают качество высшего образования. Компетентный подход, образовательные технологии, качество образования, проблемы взаимодействия в контексте баллонского процесса. Баллонский процесс – это стратегия радикального преобразования и обновления высшего образования, предполагающая формирование новых моделей и форм организации занятий, студентоцентрированную ориентацию, появление новой образовательной среды, усиление этических и моральных аспектов, пересмотрение международных образовательных программ, принятие стратегии образования в течение жизни. В основе внедрения данной стратегии преобразования высшего образования лежит компетентный подход, необходимый для улучшения качества образования в стране. Смена образовательной парадигмы от традиционного педагога к педагогу-менеджеру. Компетентностный подход как основа проектирования образовательных программ. В данном случае компетентный подход – это революционное изменение террористовой установки всей системы образования, предполагающий переход от передачи знаний к развитию компетентности. Образовательные технологии как объект педагогического выбора и управления. Систематизация образовательных технологий, то есть раскрытие средств развития личности и профессиональной компетентности. Таким образом, понятие качества высшего образования представляет собой взаимосвязанную и многокомпонентную структуру. Если детальнее рассмотреть рисунок, вариативность и гибкость функций педагога в системе высшего образования позволяют разнообразить и дефицитировать, к примеру, форму работы. В частности, в совокупности с аудиторной работой, если ее рассматривать как компонент образовательного процесса. Самостоятельная работа позволяет практически применить полученные знания для формирования педагогических и управленческих компетенций. Постепенно формируется установка на инновационный подход к проектированию образовательного процесса, развитие навыков, умений, работы в системе модульного и дистанционного образования. И, конечно, неотъемлемой частью занятий является личностное развитие на основе рефлексии и самооценки. Приведем пример оценки методологических образовательных технологий на основе компетентностного подхода в проектировании учебного процесса на примере французского языка. По учебной нагрузке автора доклада, то есть меня, представляем к анализу два аспекта французского языка. Практика речи, устные и письменные речи, как второго иностранного, и практическая фонетика французского языка, как первого иностранного, на разных ступенях обучения, а именно второй и четвертые курсы. Практическую фонетику французского языка студенты начинают изучать с первого семестра первого курса. На втором курсе продолжается непрерывный процесс формирования знаний, умений и навыков. В конкретном случае речь идет об использовании технологии поэтапного формирования. Далеко не всем студентам практическая фонетика французского языка дается легко и сразу. В этой связи курс предполагает постоянное выполнение однотипных упражнений, алгоритмов, то есть это программированное обучение. Наряду с вышеперечисленными технологиями в методике преподавания автора, игровая и образовательная технология, наряду со здоровьезоблегающим обучением, является залогом успешности урока в выполнении всех поставленных задач и целей. Это так называемые паузы отдыха, когда вся группа проявляет высокую активность в форме игры, одновременно отрабатывая новые языковые единицы и отвлекаясь, например, от нудного прочтения текста. На старшем этапе, это четвертый курс практика речи, мы используем элементы проектного обучения по обширным темам, так, например, праздники, традиции Франции, уроки экскурсии. Контекстное обучение также имеет место на уроках автора, но занимает небольшой процент среди используемых металлогических технологий. Студенты четвертого курса занимают место преподавателя и проводят уроки или часть урока. Практика устной письменной речи среди своих однокрупников по изучаемым темам. Например, проведение пресс-конференций, деловые игры, уроки типа КВН, уроки аттракционные, уроки с групповыми формами работы, уроки взаимообучения учащихся, суды, уроки игры поля чудес. В данном случае такие занятия ограничатся игровыми формами обучения. Вовлечение обучающихся в различные виды деятельности с учетом их способностей и потребностей, непосредственно общение на языке, сотрудничество ученик-ученик, ученик-преподаватель благоприятствует созданию оптимальных условий для выявления и развития задаток студентов, то есть дифференцированное обучение. А также происходит постепенное развитие мыслительных способностей, творческих самостоятельностей на предполагаемом курсе программы курса материали. И, наконец, как совокупность всех вышеперечисленных характеристик, активное обучение является основной характеристикой процесса обучения, поскольку происходит непосредственное повышение поведенческой и познавательной активности обучающихся с помощью особой организации и их взаимодействия между собой или преподавателем. Что касается оценки используемых нами металлургических образовательных технологий, диаграмма, представленная ниже, показала, что в нашей практике мы больше придерживаемся теории проблемного обучения, личностно-деятельностного обучения и активного обучения. Стоит отметить, что наша эпоха характеризуется активным взаимопроектированием различных культур, расширением торговых и научных связей. Объект высоких компьютерных технологий, повышенного спроса к иностранным языкам и второму высшему образованию, несомненно, требует пересмотра учебных планов. На настоящий момент в нужной степени неосуществимо обучение иностранному языку при отсутствии очного контакта с преподавателем. То есть не хватает именно непосредственно прямого общения. Поэтому мы считаем необходимым активно внедрять технологию дистантного обучения в современную систему образования с целью возможного построения обучения иностранному языку с отсутствием контакта студентов с преподавателем или частичным контактом. Отсюда вывод – развивать возможность перехода дисциплин на дистантное обучение. Тем не менее, отсутствие той или иной технологии не сказывается глубоко отрицательно на образовательном процессе в целом. Таким образом, нами были определены базовые образовательные технологии, которые способствуют развитию компетенции у научно-определительных кадров, обеспечивающих качество высшего образования для инновационного проектирования образовательного процесса. И на примере знаний по французскому языку был охарактеризован компетентственный подход в рамках активного обучения проблемного и личностно-деятельностного. И по шкале данные технологии получили наибольшее количество баллов. В свою очередь, компетентственный подход обеспечивает качество высшего образования, являясь неотъемлемым компонентом его взаимосвязанной структуры. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Набережнова Зоя Геннадьевна. Я преподаю французский язык на кафедре иностранных языков Одинцовского филиала МГИМО. Сегодня я представлю доклад о роли креативного письма в обучении французскому языку. Известно, что формирование письменной речевой компетенции включено в учебные планы как одна из целей обучения дисциплины иностранный язык в ВУЗе. Тем не менее, сегодня на первый план зачастую выходит говорение, тогда как письменной речи преподаватели уделяют меньше внимания в учебном процессе, ограничиваясь при этом формированием отдельных видов компетенций, а именно навыков функционального и академического письма. Этот выбор преподавателей обусловлен прагматическими задачами, содержанием программы международных экзаменов. Тем не менее, форма и учебный потенциал письма намного более вариативны. Поскольку устная и письменная речь взаимосвязаны и имеют схожие механизмы, обучение письму может выступать не только целью формирования иноязычной компетенции, но и рассматриваться как одно из средств обучения устной речи. Мы считаем, что письменная речь играет не менее важную роль, чем устная в процессе обучения иностранному языку, поскольку развитие грамотной, хорошо структурированной устной речи невозможно без системной работы над разными видами письма. Письменные речевые упражнения, особенно задания творческого характера, закрепляют пройденный лексико-грамматический материал, расширяют словарный запас, способствуют структурному изложению мыслей, развивают творческие способности, воображение и самостоятельность. Существуют различные классификации письменной речи. Например, авторы нового словаря методических терминов и понятий выделяют следующие виды. Письменная речь, используемая в учебных целях. Письменная речь, используемая в профессиональных целях. Письменная речь, используемая для поддержания общения. Письменная речь, используемая в личных целях в виде дневниковых записей. И творческая письменная речь. Традиционно творческую письменную речь и креативное письмо выделяют как особую категорию письменной речи. Как правило, данные термины используют в качестве синонима. При этом в методической литературе существуют разные различные дефиниции креативного письма. Вслед за пакетовым мы считаем, что креативное письмо – это вид текста, который был составлен с учетом всех правил и требований в данной микросреде, содержит оценку, вклад и точку зрения пишущего с использованием его воображения и знаний. Поскольку креативные письменные задания апеллируют к фантазии, воображению, личному опыту и знаниям студентов, такой вид работы создает дополнительную мотивацию и выполняет роль эмоционального катализатора, способствуя таким образом лучшему усвоению и закреплению лексического и грамматического материала. Креативное письмо позволяет применить новые единицы в речи, расширять словарный запас, так как при написании креативного текста часто требуется лексика, которая не встречается в учебных пособиях, бытовая, описывающая природу животных чувств. При размышлении остроотельных обучений креативному письму в первую очередь возникает вопрос, на каком этапе обучения, изучения языка студенту можно предлагать творческие письменные задания. Существует мнение, что креативность необходимо развивать с начала обучения. Другие методисты и преподаватели, напротив, убеждены, что студенты способны создать качественный творческий текст только на продвинутом этапе изучения, уравнивая тем самым творческий текст к литературным. Мы считаем, что креативное письмо требует определенной языковой подготовки, однако в контексте изучения французского как иностранного к нему не следует относиться как к литературному художественному произведению, и к обучению данному виду деятельности следует приступать со студентами уровня А2 по европейской шкале. Анализ научных публикаций, рассматривающих вопросы обучения письменной творческой речи, а также практических пособий по французскому языку, показал, что в обучении креативному письму применяются подходы, сформулированные в методике для обучения письменной речи в целом. Подход, ориентированный на продукт, которым является текст, текстацентрический. Подход, ориентированный на процесс, процессуальный подход и жанровый подход. При текстацентрическом подходе анализируется текст, который выступает в виде модели для последующей имитации. Процессуальный подход предполагает, что написанию предшествует работа по составлению плана, подготовке набросков мыслей и тезисов. Жанровый подход похож на текстоцентрический, но предусматривает работу не с образцом одного текста, а с несколькими текстами одного жанра. Мы считаем, что наиболее оптимальным выбором является интегрирование и варьирование подходов, поскольку каждый из них позволяет решить определенные задачи. Вне зависимости от выбранного подхода, в методике выделены основные принципы эффективного письма. Необходимо писать регулярно, нужна личная заинтересованность пишущего, нужны образцы и опоры, необходима коммуникативная составляющая, то есть студент пишет, чтобы быть прочитанным. Существует несколько типов упражнений для развития креативного письма. Упражнение с опорой на образец или наглядность, упражнение без опоры на наглядность и образец, упражнение при конструкции текста. Рассмотрим подробнее некоторые виды креативного письма. Реконструкция текста. Задача студентов написать начало, середину или конец сказки или рассказа. Этот вид работы на начальных этапах необходимо выполнять с опорой на исходный текст. После того, как студенты напишут недостающую часть истории и зачитают свои работы, преподаватель может предложить им исходный вариант полной версии текста. В качестве опоры можно применять адаптированные и литературные тексты и сказки. Следующий вид креативного письма – написание выдуманной истории, фантастического рассказа, необычного сна, воспоминания. Студентам можно предложить ключевую фразу или несколько карточек с картинками, по которым они должны написать текст. Особенно полезным будет это упражнение, если задание будет включать в себя использование опорных слов, временных маркеров, коннекторов. В качестве обязательного условия преподаватель может добавить использование определенных грамматических конструкций. Такой вид работы можно применять для закрепления новой лексики или грамматического правила. В качестве визуальной опоры преподаватель может изготовить свои карточки или использовать карточки настольных игр – диксит или иммагинариум. Задание «Рассказать необычный сон» можно предложить студентам на уровне А2 на этапе изучения дифференцирования времен пассы композе и эмпарфе. Применение жанрового подхода в данном случае предпочтительно. В качестве образцов мы предлагаем студентам задание и сборнику упражнений «Граммарь des premiers temps» издательства «Пюк». Задание состоит из нескольких сновидений в настоящем времени. Сначала их нужно пересказать в прошедших временах, чередуя пассы композе и эмпарфе, а затем придумать и описать свой сон в прошедшем времени. Написание сказки – еще один вид креативного письма. Как и в случае с фантастическим рассказом, воображению пишущего необходимо помочь. Предложив карточки с картинками, которые будут отображать основные элементы будущей сказки – место, персонажи, предметы и пилог. Написание сказки также позволяет закрепить изученную лексику, если в инструкции к заданию указать список слов, обязательных к использованию. Первый опыт написания сказки необходимо предварять прочтением и анализом образцов соответствующего жанра, применяя таким образом жанровый подход. Также можно рекомендовать составление вместе со студентами глоссария слов и выражений, наиболее часто встречающихся в этом жанре и соответствующих ситуаций. Часто студенты боятся творческих заданий. Это объясняется тем, что в школах и вузах не часто уделяют внимание такому виду работы. Однако творческому письму можно и нужно учиться. Это компетенция, которую нужно тренировать. Задача преподавателя заключается в частности в том, чтобы объяснить правила организации, свойственные разным жанрам творческого текста, и предложить студентам план их будущего произведения. В зависимости от жанра, возраста и языкового уровня пишущих, план нужно менять. Мы предлагали описанные выше задания студентам, изучающим французский язык, как второй иностранный на уровнях А2-Б1. Наш педагогический опыт позволяет сделать вывод об их эффективности. Студенты приступают к выполнению творческих заданий с энтузиазмом, проявляют к ним большой интерес, стараясь применить изученную лексику и грамматику в своих работах. В закреплении навыков при регулярном обращении к такому виду письма мы отметили у студентов выработку устойчивого навыка использования изученной лексики, расширение активного словарного запаса студентов, выход за рамки лексического материала, предлагаемого базовыми пособиями, а также формирование продуктивно-грамматических навыков. В частности, более свободное оперирование временами, использование разнообразных аналогических маркеров и коннекторов и обогащение и совершенствование структурой предложений. Итак, креативное письмо как вид учебной деятельности способствует формированию лингвистических и экстралингвистических компетенций. Оно развивает воображение, вызывает интерес к языку, учит рассказывать, размышлять, просвещать и развлекать читателей, используя французский язык. Спасибо за внимание. Вечер. Тема моего выступления – к вопросу контроля и оценивания устных ответов, изучающих английский язык. Этими вопросами вплотную занимается Ассоциация экзаменационных советов Европе, членом которой я являюсь. Ассоциация выступает за справедливое, за объективное, за честную оценку тестирования любых иностранных языков, и, по ее мнению, это будет способствовать более эффективному освоению любого иностранного языка. Итак, в чем же особенности именно устного тестирования, устных экзаменов обучаемых? Все мы с вами сталкивались с тем, что при письменном тестировании есть определенные критерии. Вы знаете, что за такую-то ошибку вы снижаете на столько-то баллов или процентов, за грамматическую – на столько-то, за лексическую – на столько-то. Однако при устном тестировании задача эта гораздо сложнее. Ну, во-первых, начнем с того, что письменное тестирование относится к объективному виду тестирования, а вот устное тестирование как раз считается тестированием субъективным. То есть зачастую мы сами не можем себе ответить на вопрос, где именно мы хотим снизить или, наоборот, повысить ответ обучаемого, и не можем какие-то четкие и единые критерии в этом отношении использовать. Каковы характеристики устного тестирования? Ну, во-первых, это именно тот вид тестирования, при котором происходит непосредственный контакт экзаменатора с экзаменуемым. Следует отметить, что этот контакт носит краткосрочный характер. Ну, то есть вы понимаете, что экзамен продолжается там 10, максимум 15 минут. И следует отметить еще тот важный факт, что именно устное тестирование вызывает наибольшую степень тревожности у тех, кто сдает экзамен. Итак, перед нами встает вопрос, каким образом нам можно улучшить качественно оценку и контроль именно устных ответов. Опять-таки, Организации Ассоциации Экзаменационных Советов в Европе была разработана система оценки устных ответов с учетом шести параметров. И вы их можете увидеть на слайде. Конечно, ну, некоторые могут в моменты вызывать вопросы, например, отдельно оценивать произношение на уровне предложений и отдельно произношение на уровне отдельных звуков. Кому-то может показаться слишком, что это слишком много и это слишком подробное оценивание. Однако, безусловно, вот эти параметры, такие как беглость, интерактивная коммуникация, грамматическая точность, естественно, и словарный запас, естественно, необходимо принимать во внимание прежде всего. Также были разработаны примеры рейтингов параметров. И я привожу вот на следующем слайде один из примеров. Здесь только один параметр приведен в отношении грамматики. И даны возможные рейтинги. В каком случае вам нужно поставить A, в каком случае можно поставить экзаменуемому B, и в каком случае экзаменуемому можно поставить оценки или рейтинг еще ниже. Также я бы хотела привлечь ваше внимание к такому важному моменту, как модель действий экзаменатора или interlocutor frame. Дело в том, что, ну, я думаю, у многих из вас был такой опыт, что во время устного экзамена зачастую экзаменаторы ведут себя по-разному. Кто-то пытается много разговаривать, кто-то пытается каким-то образом объяснить экзаменуемому, что он сделал где-то неправильно, кто-то пытается шутить. Разные бывают моменты. Так вот, эта модель действий экзаменатора, она как раз появилась, была специально разработана Cambridge SO в 90-е годы прошлого века. И, собственно говоря, смысл ее в том, что она прописывает очень четко и очень подробно все высказывания и все действия экзаменатора во время экзамена. Таким образом, какой-то там юмор, какие-то ремарки, какие-то ненужные высказывания экзаменатора, естественно, они могут быть, они таким образом полностью устраняются. И каждый экзаменатор действует и произносит во время экзамена именно только то, что определено этими рамками. И, конечно, было бы неплохо при любом виде устного тестирования ее именно и применять. Ну и хотелось бы также еще отметить, поговорить немного о типах оценивания устного ответа. Здесь вот на слайде я привела лишь два только возможных типа оценивания устного ответа. Это холистическая оценка, когда экзаменатор оценивает общее впечатление от ответа. То есть он оценивает ответ полностью и в соответствии вот с этим создавшимся впечатлением он каким-то образом хочет на вот этом общее впечатление свою оценку и основывать. И в противовесом существует аналитическая оценка, аналитическое оценивание, когда весь ответ разбивается, опять-таки, по различным параметрам и рассматриваются все параметры в отдельности. Ну, я думаю, что, конечно, нет необходимости вам указывать, что аналитическая оценка, естественно, может быть лучшим способом и может способствовать большей объективности и большей эффективности экзаменационного устного ответа. Ну, мы, естественно, не должны забывать, что оценивание устного ответа на экзамене очень важно для тех, кто проходит через эти тесты и эти экзамены, потому что они являются непосредственной обратной связью в этом отношении. И от того, какая именно обратная связь, и, соответственно, повышается или, наоборот, понижается мотивация и эффективность изучения иностранного языка нашими обучаемыми. Ну, вот, наверное, и все, что я сегодня хотела сказать. Спасибо вам большое. Всего доброго. Добрый день, коллеги. Как слышно, как видно? Пожалуйста, скажите, есть ли эхо или нет, чтобы было видно. Все хорошо, да? Все отлично. Спасибо большое, что вы выдержали такой большой марафон, очень интересное выступление, очень много выступлений сегодня, и хотелось бы тоже завершить. Надеюсь, тоже все будет хорошо, надеюсь, да? Небольшое выступление про журнал, который мы выпускаем, да, является редактором журнала English Magazine, English Mike, выпускаем такой интерактивный журнал. То есть у нас, в принципе, уже вышло вот таких интересных три полноценных номера, то есть с выпусками ежеквартально, да, то есть мы хотели бы показать именно, что как наш журнал является таким инистративным пособием для преподавателей и учащихся как в школах, так и в вузах, да? То есть он будет полезен для многих. Вот. Хотелось бы немножко тогда показать по слайду, немножко попробую полистать. Так, угу. Вот, если вот посмотреть вот на слайд, то можно видеть то, что, да, наш журнал, в принципе, он гарнирован для разного уровня читателей, да, то есть мы гарнируемся от А1 до С2. Конечно, вот очень важно сказать то, что вот по поводу читаемости, и вот Мария Борисовна Казачкова в длинарном заседании в прошлый раз, вчера она очень хорошо заметила то, что Россия упала, да, с первого места на 26 место, да, по читаемости. То есть читаемость резко падает, и нам вот, особенно членам, очень важно, чтобы вот ученики, да, они обязательно должны читать, да, вот. Как и нам это завлечь? Нам нужно как-то делать материал интересным, иллюстративным, как можно ярким, красочным, насыщенным, да, то есть мы вот стараемся вот это вот как раз-таки соблюдать в журнале, то есть мы делаем такие яркие, как бы насыщенные разворота, да, чтобы они могли быть интересные, и как раз содержание видно сразу, куда может переходить, да, то есть такая вот должна быть интерактивность на сегодняшний день и яркость материала, да, то есть очень важно подавать материал ярким и интересным, да, вот, как видите, да, вот, как можно использовать на каждом, на многих страницах у нас есть QR-коды, да, то есть, конечно, можно прийти послушать аудио или там видео на сайте, но тоже важно, конечно, обязательно читать печатный вариант, то есть мы вот, как бы многие говорят, то, что почему вы не уходите полностью в онлайн, уходите в онлайн, но мы как бы за то, чтобы люди и ученики читали, и чтобы они хотя бы отдыхали для глаз-то хоть какое-то время, да. Да, кстати, по поводу то, что в интернете онлайн-версию, мы всем участникам конференции, я думаю, сможем прикинуть как-то по регистрации, да, получается, мы выпускаем его вообще в Воронеже, да, то есть печатаем тоже и в Москве, то есть и распространяем в Петербурге, в Москве, в Ростове-на-Дону, сейчас тоже в некоторых еще городах, в принципе, представлен, вот, по поводу того, то, что, конечно, очень важно, как можно больше ученикам давать материал, чтобы они читали, да, то есть визуально нужно обязательно чтение, да, вот, ну, конечно, я попробую полистать по слайдам, немножко, да, именно показать, да, что, например, да, то есть насыщенность, яркость материала должна быть обязательно. Конечно, тут у нас на сайте englishmach.ru можно будет полностью, мы поставили там такую тоже онлайн-версию, как бы, если у нас полная версия из 68 страниц, да, то есть на сайте можно 40 страниц там спокойно, смело читать в любое время, да, то есть доступно. А в книжных магазинах он доступен, если мы говорим про Москву, это Библиоглобус, Молодая Гвардия, Московский дом книги, книжный дом Москва, а еще также есть в Петербурге Bookhouse, книжный дом, в принципе, да, englishmach.ru, если напишем в сайт, да, в принципе, можно будет, в принципе, на сайте можно будет его читать всегда онлайн, онлайн-версия доступна как бы не полностью, но много стран доступна. А по спокойно отправляем, отправим тоже, я думаю, подписчикам, участникам семинара, да, то есть именно онлайн-версия еще полноценная, да, то есть именно. Да, в принципе, скачать можно. В Челябинске, кстати, выступали, кстати, пока нету, надеюсь, скоро будем. В Челябинске тоже в книжных магазинах. Мы сейчас ведем тоже переговоры со многими книжными магазинами. Если вы знаете местный книжный магазин, то будем очень рады контактам, если вы можете нам написать, и мы сможем рассказать так более подробнее. Вот, в принципе, немножко, то, что очень важно, да, то есть мы часто берем аудиоматериалы, например, какие-то скрипты, вступления, да, на сайте можно послушать аудио, да, я примерно почитаю скрипты, да, то есть то же самое с журналом, да, идем с параллельным переводом. Часто идет данная статья, с этого номера идут с параллельным переводом также. Здесь также берем сейчас TED-выступление, очень интересно, вот сейчас я являюсь тоже редактором и переводчиком TED-комьюнити, да, то есть тоже в этом плане получается работать совместно с TED-ом, это тоже очень интересно. Я думаю, вы многие слышали про TED, да, вот берем тоже обзоры какие-то, да, там фильмы интересные, то есть тоже может по QR-коду, что переходить, смотреть, я думаю, не знаю, как оно получится или нет, но по идее должно. Я думаю, потом все равно какие-нибудь презентации, да, тоже можно, я думаю, все презентации будут доступны. Вот тут также много часто, обязательно у нас как бы разворот такой, да, являются именно такие интересные цитаты, да, это постоянно такая часть именно, которую мы постараемся опубликовать в каждом номере, это такие мотивационные цитаты, да, то есть, ну, вот одно дело, интересную музыку даем, да, то есть, ну, конечно, вот такие именно мотивационные цитаты, картинки интересные, да, именно, то есть как-то вот тоже на уроках, да, очень интересно обсудить одну картинку, обсудить, да, вот почему. Считаете ли вы, например, так, да, например, once a year, go someplace you have never been before. Do you agree with it or not? Or no? What can you say? Нужно обязательно, да, какое-то такое интерактивность, да, именно, и обратный фидбэк, конечно, очень важный от учеников, да, вот, ну, и такие тоже интересные, how to apologize, например, how to что-то сказать, да, тоже интересные, тоже, может быть, смотреть, я думаю, попозже в презентацию перекинем, да, ну, вот обязательно тоже музыку мы отдаем именно тоже на сайте, можно его послушать именно онлайн, да, то есть на сайте перейти и почитать тоже lyrics, да, это такой очень важный, считаем, акцент. Вот, ну, в принципе, контакты, я думаю, здесь у нас есть, да, если что, смело можете писать, да, буду очень рад обратной связи, коллеги, очень буду рад, если вы напишите в вашем городе, если у вас нет журнала, и вы напишите, в общем, будем рады в вашем ближнем магазине, чтобы он тоже был, то есть, да, спасибо большое, если у вас тоже какие-то предложения по журналу, тоже буду очень рад, будем очень рады, команда большая, но мы всегда стараемся увеличивать, то есть спасибо, я думаю, буду очень рад обратной связи, да, спасибо. Добавляйте, что тоже, кстати, могу отправить нашу ссылку ВКонтакте, отправлю и отправлю нашу, в принципе, страничку, да, еще EnglishMag, нижнее подчеркивание, да, ну и тоже, в принципе, для счастливей мы тоже как раз-таки совместно, можно сказать, в EnglishTitchers, да, ведем ВКонтакте группу, такие вот, тоже кидаем туда мероприятия постоянные, да, именно в таком доступе, конечно, не всегда, но постараемся публиковать тоже EnglishTitchers, тоже материалы, вот, в Крым тоже постараемся обязательно отправить тоже, вот, да, так что, да, Тулан тоже очень буду рад, то есть скажите именно своим книжным магазинам, да, то есть можете поговорить, да, буду очень рад именно списаться с книжными магазинами и очень надеюсь, что в общем скором времени будут и у вас тоже журналы доступны. Спасибо большое, тоже, может, какие-то есть вопросы, я не знаю, наверное, уже времени у нас нету, потому что, да, уже время позднее, если что, буду рад ответить на по почте, да, и смело пишите в ВКонтакте, тоже можете добавляться и писать в группу смело. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, для меня выпала большая честь завершить нашу конференцию. Мы работали два дня, вчера было пленарное заседание, сегодня у нас было заседание в формате вебинара. Я хотел бы подвести буквально парочку итогов в цифрах. В конференции приняли участие большое количество человек, нас сегодня слушало около полутора тысяч человек, на конференцию было прислано более 600 статей, оргкомитет честно работал все эти месяцы, и примерно половина из этих статей принята публикация. Мы подготовим сборник этих работ, он будет в формате PDF в электронном виде, и он будет доступен бесплатно, мы его планируем выложить. Нам, конечно, потребуется время для того, чтобы подготовить. К сожалению, такие крупные мероприятия редко обходятся, без каких технических сбоев. Я хотел бы поблагодарить вас за то терпение, с которым вы нас слушали. Я знаю, что у многих уже поздняя ночь, потому что мы завершаем довольно поздним вечером. И еще одна цифра. У нас в конференции участвовали и спикеры, и авторы статей из восьми стран. Это Россия, Беларусь, Казахстан, Украина, Германия, Великобритания, США и Китай. Поэтому охват конференции получился действительно международным. Все это было бы невозможно, если бы не память о великолепном ученом, о великом методисте, о замечательном учителе, Елене Николаевне Солововой. Сегодня день рождения Елены Николаевны. Именно поэтому нашу самую обширную по охвату часть конференции мы назначили на 6 ноября. Я хотел бы поблагодарить всех, кто проделал эту огромную работу. И тех, кто слушал, и тех, кто занимался этой подготовкой. Конференция никогда не состоялась бы без активнейшей работы оргкомитета, который протратил много-много часов личного времени, совершенно не оплачивая на вычетку статей, на правки, на переписку с авторами, на проверку технической связи. Огромную работу сделала лично Алена Евгеньевна Козеевича, на которую практически на ее плечи легла основная часть организации этой работы. И, коллеги, мы очень надеемся, что эта конференция, которая сейчас объединила участников из многих стран, из разных регионов, станет ежегодной. Что эта конференция будет продолжать поддерживать методическую школу и творческую наследие Елены Николаевны Солововой, и в конечном итоге станет мощной открытой площадкой для обсуждения актуальных вопросов и теории, и практики обучения иностранным языкам, не только английскому, а вообще всем современным языкам. Я в завершении конференции, я хотел бы еще раз показать вам видеоролик, который мы сделали из фотографии Елены Николаевны, для того, чтобы мы почтили память великолепного методиста, замечательного ученого и человека. И давайте смотреть с оптимизмом в будущее. Давайте помогать продолжать жить в научной и методической школе Елены Николаевны Солововой и работать вместе. И мы будем стараться делать все для этого возможное. Еще раз большое спасибо, уважаемые коллеги. Я прошу прощения, прежде чем начинать видеоролик. Скажите, пожалуйста, все ли успели... Я сейчас остановлю видеоролик. Коллеги, все ли успели код скачать? Посмотрите, кроме кода на сертификат, мы его еще раз дадим. Обратите, пожалуйста, внимание, что у вас есть скидка в интернет-магазине на все книги Елены Николаевны Солововой. И скидка по коду Соловова ЕН6, потому что 6 ноября, день рождения. Ну что ж, уважаемые коллеги, информацию с промокодом в чате мы еще раз дадим тогда. А сейчас давайте посмотрим видео, и на этом мы завершим нашу конференцию. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok